Анархизм в России То резко вздымается, то резко падает, абсолютно реагируя на соответствующее движение масс, общества, революционные волны. И сегодня речь пойдет о второй волне, очень недолгой, очень короткой, но очень бурной, очень насыщенной событиями. То есть сегодня мы поговорим о вот этих 15 годах, строго говоря, с 2009 по 2017 год, реально даже меньше, фактически с 2009 по 2017, а в основном, на самом деле, еще более короткий промежуток времени, в основном о революции первой русской, пятого, седьмого годов, когда наступает вторая волна анархизма, очень отличающаяся от первой, очень бурная, очень недолговечная. Вот. Хочу сразу сказать, что сегодня я буду говорить о коллективном, о социальном, об общем. Сегодня, вот даже меньше, чем в прошлый раз, будет каких-то портретов, имен, фигур. Я буду, конечно, кого-то называть, но совсем с короговоркой. Именно потому, что три следующие лекции, целых три, я люблю очень жанр портретов, философских, исторических, каких угодно, да, и как преподаватель философии, истории философии, и как историк, поэтому я не откажу себе в удовольствие, и, может быть, вам, три следующие лекции посвятить персонали. То есть мы пройдемся по некоторым фигурам, не таким известным, как Кропоткин, там, Бакунин или Махно, или Толстой, но мы поговорим именно о деятелях движения, о практиках, теоретиках, мыслителях. Вот это три следующие целых лекции про Россию, все. Но сегодня как раз прямо противоположная задача – это дать коллективный портрет движения. То есть очень много будет всяких цифр, какой-то статистики, число групп, число участников, возраст, пол, национальность. Конечно, я немножко поговорю о ментальности, о тактике, о стратегии, о центрах, о движениях, о формах. Ну, в общем, конечно, это будет бегло, и, конечно, нам придется вот то, что все время приходится говорить, наш курс об истории анархизма, но, разумеется, анархизм включен в какие-то большие процессы. Мы говорим об анархистах в Парижской коммуне, надо говорить о Парижской коммуне. Мы говорим об участии анархистов, там, или прото-анархистов в английской революции, надо говорить про английскую революцию. Поэтому, конечно, сегодня мне невольно придется что-то говорить о революции пятого года вообще, потому что анархисты — это только один поток, одно очень радикальное течение в рамках этого революционного процесса. Но, опять же, я рассчитываю на ваши какие-то общие исторические знания. Ну, как всегда, напоминаю на всякий случай, что у нас будет и перерыв в середине, и в конце ваши вопросы. И, конечно, вы видите опять очередная баррикада книг передо мной громоздится, с нее мы начнем. Потому что я все время предполагаю, что ваш интерес не случайен, и вам захочется почитать что-нибудь. Вот, в общем, итак, еще раз, о чем сегодня пойдет речь. Вот анархистское движение 918-го годов, состав, участники, центры, тактика, течение. Вот, повторяю, но без почти лиц, лица на трех следующих лекциях. Вот, вот это такое вступление. А теперь перейдем, естественно, к литературной части, как обычно. Я хочу сделать такое замечание, что литературы много, но она носит локальный характер. Сейчас очень развивается регионалистика, то есть анархисты там, анархисты сям, анархисты в Урюпинске, анархисты там. Ну вот, то есть по каким-то областям, регионам, территориям диссертации защищают, статьи пишутся. О каких-то аспектах, например, террор анархический, да, или о каких-то направлениях, анархоиндивидуализм, мистический анархизм. Но какого-то обобщающего фундаментального труда до сих пор нет. А я все-таки, не будучи, естественно, специалистом именно по этой эпохе и по этому движению в целом, вынужден, ну, бежать галопом. Но, тем не менее, литературы много, как вы сейчас увидите, и уже, в общем, есть что почитать. Это не советское время, но я, как всегда, начну с того, что я не принес, с нескольких книг разной степени ценности. Я буду называть основные имена исследователей. Ну вот, сами анархисты уже сразу по горячим следам событий попытались написать свою историю. Вот я хочу назвать издание, оно есть только в больших библиотеках, оно редкое, но оно очень ценное. И часто из него приводят какие-то ссылки, статьи. Вот можете себе записать, у меня его, конечно, тоже нет. Нет, это называется, значит, Альманах, сборник по истории анархического движения в России, часть первая. Ну, других частей там и нет, собственно говоря, вышла первая часть и все. Значит, Альманах, сборник по истории анархического движения в России, часть первая, Париж, 909 год. Вот сами анархисты в 9-м году по горячим следам сделали большой том материалов по событиям. Итак, еще раз повторяю, это для интересующихся «Альманах», так он и называется, «Альманах», сборник по истории анархического движения в России, часть 1, Париж, 909 год. Это ценная книжка, но она есть там, наверное, в Ленинке, в Старичке, и особо больше нигде. А теперь, что более доступно. Значит, вот есть, наверное, знаете, такое издательство «Роспен», российская политическая энциклопедия, и оно издает уже много лет такую очень ценную серию для интересующихся в таких желтых суперобложках про все-все политические партии и движения материалов. Там вышла куча тому про всяких кадетов, меньшевиков, эсеров, левых эсеров, максималистов и так далее. Но вот есть двухтомник по анархистам. Но я принес первый том, потому что он как раз посвящен до 1917 года. Значит, итак, вот кто увидит, да, такая золотая суперобложка, называется просто «Анархисты, документы и материалы», том 1, потому что можно написать 83-й, 916-й, то есть период с 83-го 1800 до 1916-го года, то есть аккуратно до февральской революции. Значит, итак, «Анархисты, документы и материалы», том 1, 88-й, 916-й, Москва, 90-й год, сейчас забыл, 98-й год. А очень важное имя, я сейчас его назову и часто буду повторять, составитель его Кривенький, именно так ударяете, он очень обижается, когда его называют Кривенький, Кривенький, он всегда подчеркивает, ударять надо правильно. Кривенький ВВ, вот, это такой историк, с одной стороны, можно сказать, много хорошего, много плохого о нем, но это крупный публикатор, автор множества статей, сейчас я, стоит сразу остановиться на этом современном историке. Итак, Кривенький ВВ составил оба тома, ну, первый и второй том материалов, сейчас я вернусь к этому тому, но скажу сначала о Кривеньком. Он написал кандидатскую диссертацию, можете себе тоже отметить, у меня нет ее и даже автореферата, посвященная участию анархистов в революции 5-7-го годов, да, то есть у него диссертация, посвященная анархистам в 5-7-м годах. Вот, он написал кучу статей в разных книгах о политических партиях, об анархистах, есть прекрасная энциклопедия, я ее не принес из-за объемности, политические партии в России, конца 19-го, начала 20-го века, там Кривенький написал множество статей об анархистах. То есть он такой крупный автор, да, который постоянно писал диссертацию, кучу статей биографических, и вот он часто составил двухтомник. Значит, ну первый том, что это? Это резолюции съездов, листовки, прокламации, брошюры, то есть некрологи, очень важный жанр, огромное количество некрологов, погибших товарищей и так далее. Вот, в общем, повторяю, неполно, можно очень долго ругаться, сам Кривенький, очень далек от симпатии к анархизму, скорее он большевик по взглядам, это тоже навожу отпечаток. Вот, очень смешно, многие знаете, как документы, документ номер 48 написано, прокламация, как устраивать поджоги, ничего нет, написано, из-за того, что тех вносит экстремистский характер, мы его не даем. И вот, это очень смешно, да, вот, книжки такие зияют белые пятна, там, или как сделать бомбу, то же самое, да. Ну вот, а, то есть как бы документ есть, но его нет, вот, потому что написано, что такой страшный документ, что даже теперь спустя сто лет мы не решаемся. Ну вот, в общем, очень смешная книжка в этом смысле. Ну, повторяю, вот, ценное издание, при всех недостатках, при всех, можно долго ругать Кривенького, да, и заочно, вот. Но, в общем, книга ценная, повторяю, большой материал, прокламации, резолюции, материалы конференций, съездов, листовок, некрологов, в общем, полезная вещь. Ну, я начинаю с источников, как всегда. Еще одна книжка, я ее приносил в прошлый раз, и она очень важна, это, как я говорил, значит, назову еще раз, длинное название, Михаилу Бакунину, 1876-1926, очерки по истории анархического движения в России, да, это 26-й год, я уже называл в прошлый раз эту книгу, еще раз повторю, для тех, кто записывает, Михаилу Бакунину, 1876-1926, очерки истории анархического движения в России, сборник статей под редакцией Алексея Борового. Москва, 26-й год. Это попытка анархистов в конце своего существования, накануне полного разгрома большевиками, сделать вот свою историю, подвести итоги, проанализировать, собрать. Вот вся вторая часть этого сборника, это статьи как раз про наш период, статьи, написанные участниками, ключевыми фигурами, Новомирским, Андреевым, Худолеем, вот, о выжившем, о группах в разных городах, в Одессе, в Севастополе, да, воспоминания. В общем, замечательный сборник, то есть несколько потрясающих статей, написанных центральными фигурами, да, еще живыми, не казненными ни царем, еще не казненными большевиками, вот, в общем, повторяю, очень полезная вещь, очень полезная, вот, всем интересующимся могу рекомендовать. Книжка, которую я называл в прошлый раз, но не приносил, сегодня я принес, сегодня она нужнее. Значит, еще один сборник, очень ценный, называется «История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях». Обязательно пометьте второе, потому что первое очень в два раза меньше и хуже. Издание второе, Ростов-на-Дону, 96-й год, составитель Олег Викторович Будницкий. Это издание я называл в прошлый раз, но в прошлый раз я его не показывал. Сейчас показываю. Значит, «История терроризма в России», в документах, биографиях, исследованиях. Второе издание, Ростов-на-Дону, 96-й, составитель Олег Будницкий, Викторович. Значит, здесь большой раздел про анархистский террор, отношение анархистов к терроризму, резолюции, статья о Кропоткиной терроризм, некоторые документы. В общем, очень важный блок, страница 80, посвященный анархистам и террору. Продолжение темы. Значит, еще один важный текст, его много раз издают, у меня в разных изданиях он есть. Меня захватил последнее самоиздатское издание, изданное современными анархистами. Такая анархистка начала века, Мария Школьник, «Жизнь бывшей террористки». Но это воспоминания, да, одной из участниц анархистского движения. Мария Школьник, «Жизнь бывшей террористки», без года, без места, да, издание современное анархистское, самоиздатское. Но есть и другие издания, более респектабельные, но и более тяжелые, я их не захватил. Мария Школьник, «Жизнь бывшей террористки». Но это такая рядовая участница движения, выжившая и написавшая воспоминания. Следующая книжка, я ее тоже не раз показывал, она очень важна сегодня, потому что она отвечает в моей сегодняшней лекции за очень важную миссию. Во время русской революции на несколько лет в России установилась свобода слова. Была жесткая цензура, а тут вдруг пару лет можно было, я очень напорядком, все издавать. И вышла лавина книг об анархизме. Вот я вам говорю, да, исследования, материалы, там, издания классики. Просто колоссальный интерес публики. И вот этот сборник, да, вообще-то это сборник 1906 года, анархизм. Да, сборник Петербург, 1906 год, анархизм. А переиздание современное, я уже о нем говорил, историческая библиотека, переиздала максимально Москва в 1999 год, то есть вот, так что вы можете написать оба, обе ссылки, да, Москва в 1999, вы можете написать в скобках издания Петербурга, шестой год, анархизм. Это вот пример того, что знакомило читателей России с анархизмом. То есть тут вот классика, Кропоткин, Никлау, Бакунин, Прудон, Штирнер и другие, Маккей, вот. То есть это вот одна из самых таких популярных книг того времени, из которой читатель узнавал какие-то азы анархизма. Вот, поэтому фактически это переиздание, издание шестого года, легального, короткий период, когда можно было легально такие вещи печатать. Вот, сейчас переиздала историчка в 1999 году. Вот, и так анархизм, можете пометить, да, Петербург, 1906, Москва, 1909, да, одна и та же книжка. Еще одна милая очень книжица, вот, тоже современные анархисты издали, очень ценная, называется так, «Стихи и песни анархистов начала XX века». Вот это вот литературное творчество, да, тут собрано стихотворение, да, ну, не всегда шедевры, но они передают дух, вот, то есть, вот, так сказать, литературное творчество анархистов, стихи и песни анархистов начала XX века, тоже без всяких выходных данных, тоже современный анархистский сам издат, вот, «Стихи и песни анархистов начала XX века». Вот такая книжечка, вот, можете, ну, как всегда, подойти полистать. Возвращаемся, вот, эта часть завершает источники, источники, то есть, тексты того времени, да, мемуары, резолюции, статьи участников, воспоминания. Теперь переходим, вот, я как историк разделяю источники и литература, да, теперь литература, то есть, современные авторы. Опять вспоминаем Кривенькова, я уже говорил, вот, я упоминал его имя в связи с составлением тома «Анархисты». Вот два издания, в которых практически идентичны написанные им тексты. Значит, книга первая называется «Политическая история России в партиях и лицах. Москва, 93-й год». Итак, «Политическая история России в партиях и лицах. Москва, 93-й год». Большая глава об анархизме написана Кривеньким. Ну, так себе, я повторяю, я не в восторге от того, что он пишет, но, как вы помните, классическая фраза, когда Фадеев, глава СССР, пришел жаловаться Сталину, какие у нас плохие писатели, одни стучат, вторые пьют, третьи бездарные, Сталину ему сказал классическую фразу, да, других писателей у меня для тебя нет. Вот у нас, к сожалению, пока других историков анархизма тоже почти нет. Ну, есть, назову еще пару имен, но тем не менее. Вот, поэтому за неимением лучшего Кривенький. Итак, «История политических партий России. Москва, 94-й год». Вот, «Большой очерк об анархистах» написан Кривеньким. И ровно то же самое сравнивал совпадение текстологически, вы знаете, иногда я сам этим грешен, авторы берут одно и то же, и в 10 местах переиздают. Вот, значит, книжка другая, а текст тот же самый, того же автора. Вот, книга называется так, «Политическая история России в партиях и лицах». «Политическая история России в партиях и лицах», «Москва, 93-й», вот это 93-й год. Значит, «Политическая история России в партиях и лицах», тот же Кривенький, только с тем отличием, что здесь, кроме очерка об анархизме, есть еще биография Кропоткина, им же написанная, потому что тут еще и лица, помимо партий. Да, значит, «Политическая история России в партиях и лицах», «Москва, 93-й», ровно тот же самый текст, можете сопоставить, найдите три отличия, да, значит, тот же самый Кривенький. Вот, теперь книга намного более ценная, но не русская, или может быть именно потому, что не русская. Вот, значит, крупнейший, недавно умерший, несколько лет назад, американский исследователь русского анархизма, сам анархист, профессор, прекрасный умница, правда, эту книгу дико обезобразил перевод, к тому же авторы, издатели выкинули половину научного аппарата, то есть весь научный аппарат, половину текста. Но, что есть, вообще мы называем его «аврич», но здесь он называется «эврич», что неправильно. Да, пол-эврич, ну, «аврич», повторяю, я не могу говорить «эврич», вот, но на обложке написано «эврич». Пол-аврич или «эврич», русские анархисты. Вот такое замечательное исследование, обезображенное переводом и выкидыванием всего научного аппарата, и еще превращением «аврича» в «эврича». Ну, тут это вообще, вы знаете, тут на каждой странице такие ляпы. Классический пример, знаете, как переводят с русского на английский, с английского на русский народников, да? Популисты, популисты, движение популистов. Ну, и такие вот шедевры, они идут на каждой странице, да? Так что перевод — это ужасно. Вот, значит, итак, Пол-аврич или «эврич», русские анархисты, 1905-17 годы. Значит, Пол-аврич, русские анархисты, 5-17, Москва, 2100 год. Да, но несмотря на все ужасы переводов и выкидывания научного аппарата, книжка древняя, ей уже лет, наверное, 40. А «аврич» писал ее без русских архивов, естественно. Но он писал добросовестно на том, что имел, книжка и с картинками, картинки буду еще показывать на следующих лекциях в связи с персоналиями. Вот, очень-очень рекомендую, вот, как говорится, закройте один глаз на качество перевода, и вторым глазом читайте. Вот, то есть основные тенденции, фигуры, в общем, несмотря на написанность полвека назад, несмотря на плохой перевод и выкинутый научный аппарат, книжка очень полезная. Так что ее, в отличие от Кривенького, рекомендую безоговорочно. Вот, итак, русские анархисты, «Аврич», у нас это имя еще часто будет звучать, потому что, повторяю, это крупнейший американский историк русского анархизма, сам, по идее, анархист, вот, очень замечательный автор. Вот, следующий автор, и опять вращаемся в Россию, есть в Питере такой плодовитый доктор исторических наук, написавший много книг и издавший в соавторстве огромный том библиографии по анархизму. И вот пришло время назвать его имя, Владимир Дмитриевич Ермаков, Ермаков Владимир Дмитриевич, не ахти что, но можно посоветовать. Значит, называется книжка так, «Анархистское движение в России. История и современность». У него, на самом деле, три или четыре монографии на эту тему, но вот я захватил эту не только потому, что она самая тонкая, но и потому, что здесь больше всего про наш период, о котором я буду говорить. Значит, Ермаков В.Д., повторяю, современный питерский, как он себя называет, анархолог, Ермаков В.Д., «Анархистское движение в России. История и современность. Петербург, 97-й год». Большая глава, страница на 20 или 25 про то, о чем я сегодня буду говорить, но не только, как вы понимаете, начинается прямо с Бакунина и заканчивается прямо сегодняшним днем, то есть 97-м годом, когда эта книжка издавалась. Не шедевр, ни вершина, ни глубина, но, опять же, за неимением другого можно посоветовать. А вот еще одно имя, которое не раз звучало, и на прошлой лекции я это имя славил, и сегодня прославлю еще больше. Это мой хороший товарищ, тоже анархист, наверное, ведущий современный исследователь русского анархизма, автор самого огромного количества всяких статей, текстов на самые разные темы, Рублев Дмитрий Иванович. Рублев Дмитрий Иванович. В прошлый раз я его называл в связи с энциклопедией о русском радикализме, где он написал два десятка прекрасных статей. А сегодня я принес ни много ни мало его кандидатскую, изданную как монографию, совершенно потрясающую, на, казалось бы, узкую тему, но она написана виртуозно. Значит, вот, с издевательской иллюстрацией, значит, ну, иллюстрацией, Ленин общается с рабочими, да, вот, а книжка называется так, значит, это знаменитая советская социалистическая картина, первая листовка, да, вот, Ильич окормляет рабочих правильными идеями, да, а книжка, а книжка вот какая, с очень длинным названием, это, собственно, его кандидатская, «Диктатура интеллектуалов», двоеточие, «Проблема интеллигенции и революция в российской анархистской публицистике конца 19-го, начала 20-го века». Вот, еще раз, не поленитесь дописать, да, потому что название безумно длинное, конечно, для книги, «Диктатура интеллектуалов», вопросительный знак, «Проблема интеллигенции и революция в российской анархистской публицистике конца 19-го, начала 20-го века». «Диктатура интеллектуалов», «Проблема интеллигенции и революция в российской анархистской публицистике конца 19-го, начала 20-го века». Если вы наверху смотрите и думаете, что это флаг Японии, то это нет, это герб ликвидированного ныне Университета природоустройства, в котором работал мой товарищ, который сейчас влили в Тимирязевский, хотя очень похоже на восходящее солнце Японии, но это не оно. Так вот, еще раз, Рублев Дмитрий Иванович, «Диктатура интеллектуалов. Проблема интеллигенции и революции в российско-анархистской публицистике конца 19-20 веков». Издание «Москва, 2010 год». Повторяю, виртуозная работа. Я об этой теме сегодня буду много говорить, про махаевцев, про отношение к интеллигенции. В общем, очень хорошая книжка. Повторяю, вообще Рублеву я очень рекомендую, не только потому, что он мой друг или анархист, а потому что он действительно ведущий исследователь, написавший кучу биографий, исследовавший много тему анархизм и русская литература, ну и самые разные аспекты, анархосиндикализм в России и так далее. Вот это очень хорошее его, собственно, кандидатское. Пошли дальше. А дальше у нас книжка, которую я приносил в прошлый раз. Менделеев, но не Дмитрий, а А.Г. Менделеев. А.Г. Менделеев. «Печать русских анархистов. Москва, 2015 год». Я про нее говорил. Менделеев. А.Г. «Печать русских анархистов. Москва, 2015 год». И, как я говорил, книга сумбурная, незавершенная, автор умер, не закончив. Много ерунды, многого не хватает, но полезная. Да, персоналий, издания, портреты. То есть, как подручный материал для интересующегося может пригодиться, если критически читать и не верить всему, что написано. Менделеев. А.Г. «Печать русских анархистов. Москва, 2015 год». Повторяю, полезная вещь. Следующий автор, о котором я тоже уже в последние лекции говорю все время и приношу разные его книжки. В прошлый раз приносил одну, сегодня другую. Я каждый раз напоминаю, что живет в Париже сын русских эмигрантов, анархист Скирда. Сам себя печатает, сам себя издает. В собственном издательстве. Вот маленькая его книжечка, Скирда Александр, называется «Социализм интеллектуалов». Эта книжка посвящена Махаевщине. Что такое Махаевщина, я сегодня расскажу немножко. Вот. А.Социализм интеллектуалов. То есть, анархистская критика и интеллигенция. Вот, собственно, на ту же тему, на которую диссертация Дмитрия Ивановича Рублева. Александр Скирда «Социализм интеллектуалов». Опять же, издание вы не сможете достать, даже вы старички и ленинки. Вот. Но называю на всякий случай. Париж, 2003 год. Париж, 2003 год. Это книжка вот про Махаевщину, так называемую. О которой я сегодня поговорю немножко. Александр Скирда «Социализм интеллектуалов». Париж, 2003. Вот. Опять же, можно подойти и потрогать руками в перерыве. Вот. Дальше. Следующая книжка я ее принес, поскольку она тонкая и безумно курьезная. Безумно курьезная. Это... Вот я говорил, что в советские годы писал много книг ругательных об анархизме, какие они все антинаучные, буржуазные, как их история покарала в лице органов ЧК и так далее. Вот. Вот. Книжка исключительно по своей идиозности, но все-таки на тему сегодняшнюю я ее принес. Автор ее известнейший большевик, наиболее известный как научный атеист, главный совет сталинский, Емельян Ярославский. Надо сказать, что Емельян Ярославского с анархизмом многое связывало. Мы будем с вами когда-нибудь говорить о взрыве анархистов под поле в 19-м году. Он там чуть не погиб и, видимо, озлобился очень на анархистов. И потом отцвел с ними счет и через 20 лет написал книжку. Вот. Емельян Ярославский, он наиболее известен как борец за научный атеизм, в советское время глава воинствующих атеистов. Вот у него есть такая книжка «Анархизм в России. 1939 год». Представьте себе. 1939 год. Потрясающе. Он напишет «Все анархисты козлы, только в Испании не козлы, потому что там еще продолжается гражданская война, и надо с ними дружить». Вот. В общем. Вот пример такого предельно сталинистского взгляда на анархизм. Конечно, из нее вы ничего не узнаете об анархизме в России, но она забавна. Как артефакт. Вот. Емельян Ярославский, Москва. Да. Подзаголовок есть у этой книжки, да? «Анархизм в России». Подзаголовок «Зловещий». Как история разрешила спор между анархистами и коммунистами в русской революции. Ну, мы знаем, как она разрешила. Вот. 1939 год. Москва. Емельян Ярославский. Вот. Ну, и теперь несколько книг по разным аспектам анархистского движения этого времени. И, в основном, по регионам. Еще одна, один автор реферат диссертации. Я познакомился с таким автором, недавно защитившим диссертацию в МГУ. Автор «Печь» Дмитрий. «Печь» Дмитрий Игоревич, Д.И. Диссертация называется так «Анархистский террор в России. 5-7 годы». Вот. Целиком. Диссертация посвящена на анархистскому терроризму. Вот. Хорошая диссертация. Судя по автор реферату. И человек симпатичный. Вот он к нам приезжал в Примухино на чтение. «Печь» Дмитрий Игоревич. «Анархистский террор в России. 5-7 год». Вот. Значит, это автор реферат. Москва, 13-й год. То есть, в 13-м году защитил МГУ диссертацию на эту тему. Да, можете найти, наверное, диссертацию. Ну, вот у меня есть автор реферат. Автор реферат и диссертация. «Печь. Анархистский террор в России. 5-7 год. Москва, 13-й год». Защищенная диссертация. Вот. Ну, а теперь последнее. Это анархизм в разных регионах. Значит, я уже упомянул, что Кривенький написал диссертацию в целом про анархистов в русской революции 5-7 годов. Есть отдельная диссертация. Не помню, как зовут даму. Про анархистов в Москве. Конкретно в Москве. Не помню, к сожалению, как зовут тетеньку. Вот. Ну, а теперь пошли по регионам. Вот. Совсем свежая книжка. Правда, скажу сразу, кто захочет купить, стоит она непропорционально дорого к своему объему и бумажной обложке. В Фуанстрии продается все еще. Автор тоже мой хороший знакомый. Юрий Глушаков. Глушаков Юрий. Один из создателей современного анархистского движения в Беларуси. Вот. И, соответственно, книжка про белорусский анархизм. Называется она так. Юрий Глушаков. «Революция умерла, да здравствует революция. Анархизм в Беларуси». «Революция умерла, да здравствует революция. Анархизм в Беларуси. 1902-1927». Итак, Глушаков Юрий. «Революция умерла, да здравствует революция. Анархизм в Беларуси. 2-1927». Глушаков хороший историк. Сейчас он, правда, отошел несколько анархистских убеждений. Но это отдельная история. Но когда-то, в 90-м году, когда он примкнул в движение, он был одним из отцов-основателей современного анархизма в Беларуси. Юрий Глушаков. «Революция умерла, да здравствует революция». «Анархизм в Беларуси. 1902-1927 годы». Значит, книжка совсем свежая. «Питер. 2015 год». То есть, вот прям с пылу с жару полгода назад вышла. Повторяю, фаванство, если вам не жалко 400 рублей за такую тоненькую книжечку, вы можете ее купить. Значит, автор реферат диссертации про тверских анархистов. Вот региональный аспект. Повторяю, очень много диссертаций про разные регионы. Вот Суворов Валерий Павлович. «Анархизм в Тверской губернии». Вторая половина 19-го, 18-й год. Тверь, 2004 год. Вот, можете себе пометить, Суворов ВП. Вот про диссертацию, написанную в Твери в 2004 году, защищенная про тверской анархизм. Теперь не диссертация, а маленькая брошюрка, известная современными российскими анархистами, без всяких выходных данных практически, называется «Анархизм на Кавказе». Но имеется в виду не сейчас, а сто лет назад. Вот. То есть про регионы. Армения, Грузия, Баку, Тифлис. Вот. «Анархизм на Кавказе». Вот. Да, без всяких выходных данных. Это примерно 10-й год. Такая анархистская группа МПСТ. Межпроцессиональный соцтрудящихся из Дала. Вот. Тоже еще недавно эта брошюрка лежала в Фаланстере. «Анархизм на Кавказе». Вот. Ну, такая вот брошюрка про анархизм на Кавказе, соответственно. Дальше очень странная книга. Но хорошая. Очень удивившая меня, когда я ее увидел и купил тут же. Некая женщина, совершенно мне неизвестная. Возможно, это даже псевдоним. Хотя я не знаю. Наталья Арская. Вот видите, какая глыба. «Рыцари свободы» называется. Наталья Арская. «Рыцари свободы. Москва. 2011 год». Значит, эта книга посвящена анархистам Екатеринослава. Это такой роман, но документальный роман. С огромным сочувствием написанный. Судя по некоторым намекам, ее ближайшие предки были анархистами. И сама она любит анархистов. И вот она написала. Может быть, он не очень художественный, но зато очень документальный. Поэтому, как ни странно, рекомендую вам эту книгу как документальное произведение. Хотя, как роман, он, наверное, это не Лев Толстой. И даже не Алексей Николаевич Толстой. Вот. Ну, повторяю. Вот такая странная книжка про анархистское движение в Екатеринославе. Написана с огромным сочувствием. Все тут, в общем, не переворно. Но, повторяю. Это не шедевр литературы, но это интересная книжка, современный артефакт. Вот. Наталья Арска. «Рыцари свободы». Вот. Москва. Одиннадцатый год. Можете пометить. Да? Про анархистское движение Екатеринослава. Огромная такая тамина. Здоровенная. Вот. Хотел бы я знать, кто такая Наталья Арска, но как-то пока судьба не свела. И на самом деле ее именно так зовут. Еще одна замечательная статья. Статья это на самом деле из того самого альманаха девятого года, о котором я говорил, вышедшим в Париже. Но этот альманах вы вряд ли достанете. А вот статья, эта большая, значит, называется она так. Называется она так. Из истории анархического движения в Белостоке. Из истории анархического движения в Белостоке. То есть статья одного из участников этого движения. И она вот в том журнале, который я не раз уже приносил. Минском анархистском журнале, современном «Вольность», номер один. Он, собственно, один и вышел. Такой сборник по истории анархизма. «Минск. Вольность. Номер один. Тринадцатый год». И здесь огромный... Ну, фактически это сборник текстов, взятых откуда-то со стороны. Но хороший сборник, полезный. Значит, итак, «Вольность. Минск. Номер один. Тринадцатый год». Большая статья из истории анархического движения в Белостоке. Это воспоминания участника. Большая статья. Учитывая, что Белосток был центром русского анархизма, статья очень хорошая и полезная. И самая последняя книжка. Она тоже такая выламывается из общего ряда. И тоже... Вот вы поймете, почему я так много таскаю книг, да? Потому что многие книги, действительно, вы нигде не найдете. И они интересные. И рекомендую их посмотреть. Вот эта книжка на нерусском языке. И написана не в России. И она говорит о том, что русский анархизм начала XX века имеет значение и для товарищей за границей. Вот эту книжку написал, издал и опубликовал один испанский современный анархист. Она на испанском неизвестном мне языке, но зато с картинками в большом количестве. И называется, я скажу по-русски, «Анархисты Белостока», 1903-1908 год, по-испански, да? С дарственной надписью даже мне от автора. Правда, с пятью ошибками в трех словах, естественно, по-русски. «Анархисты Белостока», 1903-1908 год. Тут много фотографий, картинок. Значит, это вот издано в современной Испании анархистам. Правда, единственное, что портит эту прекрасную книжку, которую я не могу прочитать, не зная испанского языка, но я любуюсь картинками, это, конечно, чудовищная картинка на заднем плане. Вы очень удивитесь, если тут в целом всякие аутентичные фотографии, то знаете, кто изображен, никогда не угадаете сзади. Это фотография, ну нет, не могу сказать, Константина Хабенского в фильме «Статский советник», и он играет революционера Грина, совсем не анархиста, причем тут Белосток, анархисты и так далее, непонятно, но, видимо, ему показалась героическая фотография из фильма «Статский советник» по Акунину. В общем, образ такого славного русского революционера-террориста. Но, повторяю, это, наверное, главный недостаток этой книжки, поскольку, не зная испанского, я не могу найти других. Но, в общем, вот такая вот занятная книжка современных испанских анархистов, прорусских анархистов Белостока. Опять же, можете посмотреть. Как видите, много есть чем полюбоваться. Ну все, я, как всегда, увлекся книжками. Вот, начнем, наконец, собственно говоря, до перерыва. Я, как всегда, расскажу какие-то общие вещи о возникновении движения, о его составе, участниках, мотивах, ментальности. А вся конкретика у нас, как всегда, будет на вторую часть лекции, когда мы пробежимся по городам, весям, движениям и каким-то событиям. Итак, 90-е годы, в России нет анархистов. Есть горстка анархистов русских за границей, там Кропоткин и пара-тройка его приятелей, и все. Но, прежде чем говорить о том, как возродилось анархистское движение в России в начале века, а возродилось оно очень стремительно, надо сказать, что вообще происходит в России в начале 20 века. Нам сейчас трудно себе это представить. Весь драматизм, трагизм, масштаб этих событий. Вот я буду говорить страшные слова для современного человека и уха, звучащие просто жутко, экспоприации, терроризм. И когда мы слышим экспоприацию, мы представим себе бандита с дубинкой, там, не знаю, с ножом. А если мы слышим терроризм, мы представляем себе или шахида, там, с поясом шахида, или что-нибудь еще такое страшное. Вот, на самом деле, надо понять, что это было за время, да, чтобы понять контекст. То есть, начало 20 века – это взрыв невероятной социальной силы, да. Революция 5-7-го годов, она до сих пор очень слабо изучена, слабо известна. Большевики ее не любили и рассматривали просто как прелюдию к 17-му году. Сейчас тоже почти нет исследований. Кстати, на всякий случай, хочу позволить себе такое исключение, о революции 5-7-го годов очень мало хороших книг, но есть одна изумительная книга, она не про анархизм. Но если вы хотите представить себе эту эпоху, понять, что такое это революция, я вам очень советую прочитать, повторяю, «На диком безрыбье». Это выдающаяся книга современного автора, русско-английского социолога, народнических взглядов, историка Теодора Шанина. Теодор Шанин «Революция как момент истины». Потрясающая книжка, вот, очень советую прочитать, она очень глубокая, очень проблемная, она объясняет, что же это было. И, повторяю, на абсолютном безрыбье, при том, что это белое пятно, эту книгу я очень советовал бы всем. Да, Теодор Шанин «Революция как момент истины». Повторяю, там про анархизм почти ничего, но про революцию все, и очень глубоко, и ярко. Так вот, да, что же получается? После 20 лет контрреформ Александра III и Николая II невероятное социальное напряжение. Все общество задавлено, там, черные сотни, еврейские погромы, русификация окраин. Потом еще вот эта страшная и всех поразившая неудачная война с Японией, совершенно подорвавшая авторитет царской власти. Острейший национальный вопрос. На окраинах все искрится. В Средней Азии восстание, в Кавказе восстание, Польша постоянно бурлит. Да, острейший еврейский вопрос. Да, 90-х годов регулярно идут, отчасти при содействии полиции, еврейские погромы. Да, колоссальное недовольство национальных окраин. Острейший рабочий вопрос. Рабочие работают по 12-14 часов в сутки, почти без социальных гарантий. Несколько миллионов, но чрезвычайно боевой рабочий класс, готовый на все, которому действительно нечего терять, кроме своих цепей. Когда рабочие выходят на какую-нибудь демонстрацию, их расстреливают. Вот вспомните Ленский расстрел, когда 100 человек убили, и премьер-министр в Думе сказал, стреляли и будем стрелять. Вот представьте себе, чтобы понять, что вызывает террор, что вызывает экспоприации. Вот, просто атмосфера. Крестьянство. Дикое малоземелье, налоги, выкупные платежи, половина земли еще у помещиков. Крестьянская община страшно недовольна последствиями реформы Александра II. Она начинает разворачиваться против царя, растет процент грамотных крестьян. Мы говорим, религиозное сектанство, кооперация. Вот, то есть земства, задавленные царскими властями. Развитое революционное движение. В эмиграции, в России возникли всякие партии, либеральные. Там в процессе революции появятся кадеты. Незадолго до революции появятся социал-демократы. В двух своих ипостасях, меньшевиков и большевиков, и эсеры. Вся страна бурлит. 1899 год. Всеобщая студенческая стачка. 1902 год. Начинается череда крестьянских восстаний. 1902-3 год. На волне экономического кризиса начинаются огромные забастовки по всей стране. На юге, в Петербурге. К общей радости общества революционеры и эсеры убивают одного с другим нескольких министров внутренних дел. Сначала Плеве убивает эсер Егор Сазонов, а точнее до этого Сипягина эсер Балмашов. Это вызывает взрыв радости в обществе, потому что этих министров все ненавидят. Либералы требуют конституции, все общество требует свободы. Тут катастрофа русско-японской войны. И начинается фактически гражданская война. То есть то, что последовало за расстрелом 9 января, после 9 января 5 года, когда войска стреляли в верноподойническое шествие. Да, начинаются теракты по всей стране. Начинаются восстания во флоте. Вспомните, Потемкин или лейтенанта Шмидта, Очаков. Начинаются тысячи крестьянских восстаний. В стране возникают 3000 крестьянских республик. Крестьяне прогоняют начальство и на неделю-две устраивают свою республику. Потом приходит полиция, одних вешает, других порет. В ответ революционеры убивают полицейских. То есть вся страна покрыта партизанской войной. Невероятная острота накала. На окраинах вообще происходит невероятное. Вот что происходит. Повторяю. То есть фактически атмосфера гражданской войны. В пятом году начинается самоорганизация рабочих. Появляются советы. Кстати, почему еще, скажем, большевики не любили революцию пятого года? И почему вообще это такое белое пятно? Потому что в отличие от семнадцатого года, эта революция очень не партийная. Да, она идет снизу. Скажем, советы не создаются никакими партиями. Да, это революция самоуправления. В пятом году все начинают самоорганизовываться. Гимназисты самоорганизовываются. Даже полиция создает свой профсоюз. Даже казаки. Даже в церкви начинается движение за раскрепощение. То есть возникают союзы союзов. Возникают союзы адвокатов. Власти говорят, собирайтесь студентам, думая, что они уйдут в вузы. Но в итоге студенты открывают вузы для собраний. И туда собираются все-все. Явочным порядком завоевывается свобода слова. Всеобщая стачка октября пятого года вырывает у царя манифест. Он обещает какую-то думу, какие-то права. Потом начинается волна откатная, черная сотня. Оказывается, что еще многие люди любят царя и не любят смытьянов. Начинаются погромы. Повторяю, это и трагично, в чем-то героично. Но, в общем, повторяю, надо понять эту атмосферу. И вот именно в этой атмосфере происходит стремительный взлет анархизма, который, повторяю, оказывается неведущим течением, но очень влиятельным и крайне левым, крайне радикальным. То есть вот среди общего радикализма анархисты ультрарадикальны. И они выражают настроение тех, кому нечего терять. Что стоит такая жизнь, если ты 12-14 часов в сутки трудишься на фабрике, живешь в свинских условиях, у тебя ничего светлого впереди нет. Не лучше ли героически погибнуть, прожив месяц, два, три, вспомните песню о соколе горького, чем как уж гнить. И вот такие настроения вызывают как раз всплеск анархистского движения. Ну это вот общий фон. Теперь давайте поговорим немножко о самом движении. В 900-902 годах в Женеве и в Лондоне возникают первые эмигрантские центры. Вообще я замечу, что за границей играет роль тыла. Там можно собираться, там собираются конференции, там издаются основные издания. Там туда можно скрыться, бежав из России. Там Кропоткин в Лондоне, например. И так далее. То есть огромная роль эмигрантских центров. Какие эмигрантские центры? Лондон, это Кропоткин. Там создается анархистская группа вокруг Кропоткина и издательский центр. Второй центр Швейцария, Женева. Там друзья Кропоткина. Вот очень важное имя. Гогелия грузин, русский анархист грузинского происхождения, сподвижник Кропоткина. И вот в Женеве и Лондоне возникает первая группа, сначала за границей, потом распространится в России, хлеб и воля. Как вы знаете, хлеб и воля так называлась одна из главных книг Кропоткина, программа русской революции, не земля и воля, а хлеб и воля. И начинает выходить издание хлеб и воля, и возникает движение хлебовольчества. Сначала доминирующая, а потом одно из движений в русском анархизме. Хлебовольцы. Течения часто назывались по изданиям. Вот хлеб и воля, это такие ортодоксальные кропоткинианцы. Повторяю, сначала за границей, в Женеве, где начинает издаваться это издание, и в Лондоне, а потом и в Россию проникает. Другие центры иммигрантские за границей важнейшие, это Париж, потом это Америка, Северная Америка, Канада, США, где окажется огромное количество русских анархистов в эмиграции, там появятся целые кружки издания, федерации. Ну вот основные центры. И в 1902-1903 годах появляется первая анархистская группа в России. Вот важнейшее название здесь это Белосток. Сейчас Белосток находится не то что за пределами России, но даже за пределами бывшего Советского Союза, да, это Польша. Но тогда это была часть Российской империи. И это самое героическое, самое славное, самое важное, самое первое место, откуда весь анархизм распространился потом. Белосток. О нем я скажу отдельно несколько слов. И начинается стремительный лавинообразный рост движения из Белостока. Ну я вот, сейчас извините, немножко цифрок. Вот Кривенький, Ермаков, они, особенно Кривенький, Кривенький считал, Ермаков у него переписывал, поэтому сошлюсь на Кривенького. Кривенький занимался некоторыми подсчетами числа групп, числа участников. Ну вот, давайте немножко цифрок. Во втором году, третьем, возникает первая группа в России, в Российской империи, Белостоке. Потом начинают возникать на юге, там Черников, Нежин, Киев. А в четвертом году уже 29 групп в 27 городах. Канун русской революции, 29 групп в 27 городах. В пятом году уже 125 групп, но я не буду называть все годы, пик анархистского движения в России по численности и по всему, это седьмой год. Седьмой год, когда революция уже начинает изламываться. 255 групп в 180 городах. Вот смотрите, да, во втором году возникла первая группа, а в седьмом году пик. Потом так же быстро все спадет. 255 групп в 180 городах. 255 групп в 180 городах. Общее число активистов анархистского движения считается 6-7 тысяч человек за эти годы. Много это или мало? Ну, это и не мало, но это и не очень много. В больших политических партиях было, конечно, в десяток раз больше. У серов, там, у большевиков, меньшевиков. Но все-таки 7 тысяч активистов это и не мало. Да, это именно актив движения. Около 7 тысяч участников. Это не горстка, это не кучка, да. Значит, потом начнется спад очень резкий. Ну, давайте сразу скажу, потом мы к этому еще вернемся. Каковы основные центры анархистского движения? Как оно начинает развиваться, возникнув в Белостоке? Это все окраины. Это все юг, запад, юго-запад. То есть, что это? Это, ну, во-первых, это Екатеринослав. Екатеринослав это то, что сейчас называется Днепропетровск. Да, Екатеринослав. Потом с этим городом будет связано Махновское движение, естественно. Екатеринослав. Закавказье, особенно Тифлис, в меньшей степени Баку. А что такое Закавказье? Это промышленный регион России, на виду с Донбассом. Как раз нефтяные вышки начались в это время, там, тысячи работников. Да, Тифлис, Баку. В меньшей степени Армения, в наибольшей степени Грузия. Тифлис и Баку. В Баку в основном армяне, кстати, не азербайджанцы, но в анархистском движении. Дальше. Одесса. Еще один важнейший центр, мы о нем поговорим. В несколько меньшей степени еще царство польское. Варшава, Лодь. Варшава. Очень боевые анархисты, да. Давайте вспомним, что Польша еще часть России. И были анархистские группы, конечно, в Москве, в Петербурге, в Сибири. Даже в Средней Азии была группа в Ташкенте. Но это все уже совсем не то. Не тот размах, не тот масштаб. Массовое движение вот эти центры. Смотрите, все окраины, все региональные специфика. А, значит, Тифлис, Одесса, Екатеринослав, Белосток, в меньшей степени Варшава, в меньшей степени Баку. Ну вот. И так далее. Ну, конечно, повторяю, столицы. Москва, Петербург, там Нижний Новгород, какие-то сибирские города. Вот. То есть движение стремительно развивается. Теперь давайте чуть-чуть еще цифрок. Не буду вас сильно грузить этим. Но все-таки состав движения. Кто же в нем участвует? Национальный состав. Национальный состав вас не удивит. 50% это евреи. То есть вот Белосток, это еврейский город. Да. И другие регионы. То есть это бедный еврейский ремесленник, которому нечего терять, который подвергается опасности страны Черной Сотни, которого подавляет царизм. Да. Примерно 30% до 40% русские. Очень много украинцев, много поляков, много грузин. Вот. Национальный состав такой. Значит, дальше. Еще. Значит, вот Кривеньки и вслед за ним Ермаков посчитали возрастной состав. Возрастной состав невероятная молодость. Вот я позволю себе привести цифры. Они не очень репрезентативные, но других нет. Значит, посчитали 300 анархистов времен русской революции по возрасту. Ну, там по другим тоже параметрам. Я не буду говорить там про образование, про то, про еще. Ну, вот возраст. Смотрите. Из 300 человек, давайте пробежимся по возрастным категориям, и это многое объяснит. 43, то есть 14%, до 15 лет. До 15. 14%. Да. Это 43 человека. Основная часть. 183 человека. 44%. От 16 до 18. То есть 44% от 16 до 18 лет. Дальше. Еще очень много. 31%. 93 человека. 19-23 года. 24 человека. 24 человека. 8%. 24-30. То есть, смотрите, до 20 лет. Основная возрастная группа от 15 до 20. Невероятная молодежь. Гендерный состав или половой. Значит, из 300 48 женщин. 16%. Ну, не так мало, в общем. То есть, в общем, конечно, не большинство, но все-таки 48 из 300. Да, 16% женщины. Ну, опять же, на вопрос репрезентативности выборки. 300 человек. Да, из 7 тысяч. Но, тем не менее. Вот. То есть, социальный портрет. Да, людей старше 30 почти не было. Да, Кропоткин считался глубоким старцем. Там, свои 50 с чем-то лет. И еще там пара других человек. Вот. То есть, движение очень молодежное. Да, оно возникает ниоткуда, уходит никуда. Очень быстро виселицы, репрессии. Огромную роль играют люди за 20-25. Они уже считаются взрослыми, опытными, идейными, так сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, либо это ремесленники мелкие, либо это рабочие. Вы спросите, а были ли анархисты среди крестьян? Да. Возникают крестьянские анархистские союзы, возникают анархистские группы среди военных. Но основной состав это вот ремесленники и рабочие. Вот. То есть, в основном это города. Деревня мало затронута. То есть, вот региональный, национальный, возрастной, гендерный и всякий прочий аспект. Значит, вот вам выборка. Опять же, повторяю, это все не идеально, потому что нерепрезентативно. Это что-то, я уже сказал, фундаментальных работ нет. Вот кревеньки первые, кто занялся подсчетами. Какие-то стал считать группы людей. Вот. Ну, спасибо ему за это. Значит, теперь поговорим о более интересных вещах. О ментальности, о мотивациях. Огромная часть анархистов, это люди, пришедшие из других социалистических революционных групп. Из эсеров, из социал-демократов. Разочаровавшиеся в марксизме. Разочаровавшиеся в партиях. Разочаровавшиеся в интеллигенции. Они хотят немедленно изменить мир. А им говорят, давайте бороться за Думу, за парламент. Они хотят здесь и сейчас стать жить лучше. А им говорят, нет, сначала нам надо там конституцию принять какую-то. Их унижает какой-нибудь фабрикант. А им говорят, нет, 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 фабрикантов убивать нельзя. Надо убивать только губернаторов. У нас политическая борьба, фабрикантов не трогаем. И вот очень важная тема здесь. Давайте сделаем важное отступление. Если у вас будут вопросы, мы на нее поговорим больше. Но я обо всем говорю эскизно. Это тема антиинтеллигентских настроений. Вот тут такое понятие, о котором надо сказать, как Махаевщина. Вот идут споры, считать ли Махаевщину анархизмом или нет. В любом случае она очень повлияла на анархизм. И без разговора о Махайском и Махаевщине нельзя говорить об анархизме начала 20 века. Значит, кто такой Махайский и кто такие Махаевцы? Значит, Вацлав Махайский, поляк, его настоящая фамилия Вольский, но Махайский псевдоним, по-моему, или наоборот, я не помню сейчас. По-моему, все-таки Махайский это псевдоним. Он был социал-демократом, попал в ссылку в Сибирь и резко разочаровался в социал-демократии. Он посмотрел, что происходит, какие-то бюрократы, центральные комитеты. И он решил, что от всего этого исходит от марксизма, как теории социал-демократии, от партий социал-демократических. Исходит опасность для рабочих. Это будущие хозяева, это будущие господа жизни. И он написал книгу в ссылке в 1998 году «Умственный рабочий». Главная книга Махайского, у него будут и другие «Умственный рабочий». А эта книга, как часто бывает, сильна критикой и слаба позитивной стороной. Он там высказал мысли грубо, резко, можно сказать, карикатурно, можно сказать, несправедливо, но в чем-то очень пророчески. Теорию нового класса он выдвинул в духе того, о чем будут в 20 веке писать всевозможные авторы, революции менеджеров, меритократии, технократии и прочего, и прочего, и прочего, номенклатуры. В общем, он говорит, что интеллигенция, она сейчас, конечно, против самодержавия, против монархии, но она принципиально хочет сесть на шею народу, она хочет совершить революцию не ради рабочих, а ради самой себя, потому что ее образованность – это капитал, она хочет отодвинуть от власти царских чиновников, чтобы самой стать чиновником. Интеллигенция – это будущий исполнительский класс. Повторяю, это грубо, но в этом, конечно, что-то есть, повторяю, учитывая 20 век со всеми теориями технократов, меритократов и прочих. И вот марксизм, теория социал-демократии, она несет опасность. Она несет опасность будущего угнетения пролетариата. Пролетариат должен дистанцироваться от интеллигентов, он должен сам бороться. Вот как бороться Махайский плохо? Объясняет его, позитив у него, там, ну, он говорит, рабочий союз, рабочая забастовка. Но, конечно, самое главное, что было у Махайского и у него последователей. Назову одного самого известного последователя, Евгений Лозинский. Евгений Лозинский был такой талантливый ученик Махайского. Они создали группы кружков, точнее, целый ряд кружки, издавали издания. Их было не очень много, может быть, десятки, сотни. Но настроения, которые выразил Махайский, были очень сильны. И вот эти партии, они наши будущие хозяева. Эти бюрократы, которые сидят там в эмиграции, нами командуют. Вот, эти интеллектуалы, которые... А давайте вспомним, да, в это время Ленин пишет свою работу в 1902 году, по-моему, что делать. Где он говорит, рабочий класс не способен сам понять, чего ему надо. Вот, нужно создать партию, которая будет знать лучше рабочих, что ему надо, да, и построит все. Что, вот, рабочий может только дойти до тридвинионистского профсоюзного сознания, нужно внести в массы. Вот. Ну, вот, так что примерно понятно, о чем говорят Махайские и Махаевцы, да. Это, в общем, очень даже понятно. Вот. Так вот. И вот, во многом анархизм возникает, ну, не только из этого, из разочарования в практике, ну, отчасти в теории, социал-демократии, в меньшей степени эсерства, рабочие, ремесленники хотят борьбы радикальной, а эти недостаточно радикальны. Они недолюбливают интеллектуалов, они видят в них инстинктивно будущих хозяев жизни, будущих чиновников. Они хотят борьбы экономической, а не политической. Им говорят, надо бороться за конституцию, за парламент, а что рабочему парламент и конституция? Он стихийно приходит к идеалам анархизма, да. И поэтому значительная часть тех, кто приходит в кружки анархистов, это люди вот с таким, как сейчас бы сказали, бэкграундом. Бэкграундом социал-демократическим, эсеровским, целыми группами, целыми организациями переходит к анархистам. Поэтому, хотя, наверное, ошибочно считать Махайского и Махаевцев прямо анархистами, как их иногда называют, сам Махайский не считался анархистом и критиковал анархистов тоже, хотя весь пафос его критики повернут против марксизма и социал-демократизма, с их централизованной, бюрократизированной партийностью и так далее, авангардизмом, элитаризмом и тем, что получит в 20 веке название революции менеджеров и всего прочего. Но вот это очень важный аспект, повторяю. Теперь вы, наверное, понимаете, почему Дмитрий Иванович Рублев написал целую огромную диссертацию на тему интеллигенции и революции. Это очень важная тема, и Полаврич уделяет ей большую главу, и Скирда пишет целую книгу про махаевцев, социализм интеллектуалов. В общем, это интересная тема, я ее только слегка затрагиваю, слегка касаюсь, но, в общем, я думаю, вы примерно поняли. То есть вот радикализм, стремление немедленно изменить мир, бороться не за политику, а за социально-экономические изменения, радикальнейшими методами, молодежный состав, более чем молодежный, крайне обездоленность жизни, она делает так, что те, кто становится анархистами в начале века, это сверхрадикальные элементы, как я уже сказал, часто вдобавок еще и национально угнетаемые, как евреи Белостока или некоторые другие категории населения. То есть вот такой психологический, если угодно, портрет анархистов социальной, возрастной и прочей начала 20 века. Ну, еще пару общих слов, потом мы уже поговорим по регионам и движениям. Что общего в целом у анархистов начала века в России? Ну, я уже сказал, крайний радикализм, крайняя молодежность. Резкое неприятие не только самодержавия, не только капитализма. Почти все они анархокоммунисты, за редким исключением. То есть для них, для всех Кропоткин, это такой вот священный авторитет. Они могут с ним расходиться в тактике, но в теории они все кропоткинеанцы, анархокоммунисты. Радикальнейшая тактика. Не борьба за парламент и конституцию, договаривание с властями, а прямое действие, стачки, террор, экспроприации. Да, выбивать у властей и у фабрикантов даже сокращение рабочего дня или повышение зарплаты можно только боевыми методами, нелегальными. Отторжение от политических партий, неприятие вот этого элитаризма интеллигентского, неприятие всей этой игры в парламент, в думу, в конституцию. И еще пара последних слов, после которых мы прервемся. А дальше я буду всеми говорить вот эти слова, да, страшные, неприличные, позорные, террор и экспроприация. Надо сказать, что такое террор вообще и анархистский террор в частности начала 20 века. Сейчас под терроризмом мы понимаем очень часто какие-то удары по невинным людям, там, не знаю, взорвать самолет, взорвать бомбу где-то, да, и самому убежать. Ну, конечно, бывает, когда шахид остается там на месте и гибнет тоже, но очень часто сейчас террор – это запугивание общества. Терроризм начала 20 века почти всегда носил адресный характер и у эсеров, и у анархистов. Только разница была в том, что эсеры боролись с губернаторами, убивали министров в основном, да, там, Сазонов убил Плевы, Каляев убил великого князя Сергея Александровича. Но это всегда был личный террор. Жизнь за жизнь. Я отнимаю жизнью какого-то душегуба политика и сам остаюсь на месте, гибну, отдаю за это свою жизнь. То есть все это носило определенную этическую окраску, да, и это было в ситуации абсолютной несвободы, невозможности какой-либо легальной деятельности. Но если эсеры прославились террором против таких главных деятелей царского режима, то анархисты, особенность анархистского террора состояла в том, что он в основном был нацелен на то, что ближе к простым людям, вот конкретный городовой, вот конкретный фабрикант. Вот самый первый, самый громкий теракт, который произошел 29 августа 1904 года и открыл тысячи последующих. Был фабрикант еврейский в Бевостоке, Каган. Он выбросил на улицу сотни рабочих, вызвал штейбрейхеров, полиция била рабочих. Сотни людей остались умирать голодной смертью. И вот анархист рабочий, Ниссан Фарбер, с кинжалом напал на этого Кагана на ступени к синагоге, поразил его кинжалом, не убил, надо сказать, ранил. Вот с этого акта все начинается. То есть смотрите, да, это именно экономический террор, как это называлось. То есть это борьба за улучшение социального положения. Надо сказать, что часто он давал свои плоды после ряда такого рода актов. Бевостокские капиталисты так испугались, что ввели девичий часовой рабочий день вместо 14-часового, вот, например. То есть это борьба с конкретными близкими фигурами, не каким-то там далеким губернатором или царем, а вот с такими фигурами. То есть фактически, я говорю, в стране идет такая гражданская война, и террор надо воспринимать как часть гражданской войны. Когда с одной стороны власти там расстреливают, вешают, в лучшем случае порят крестьян и выкидывают забастовщиков. А с другой стороны, да, есть черносотенцы, которые устраивают массовые погромы. И есть самооборона, которая дерется с черносотенцами, отстреливает городовых и сражается и мстит тем, кто порит крестьян. Вот, поэтому в этом контексте я сейчас не хочу как-то оправдывать или не оправдывать. Да, это ваше дело. Я просто объясняю, что такое терроризм начала 20-го века, да, и в частности анархистский терроризм. Вот. Но мы дальше еще поговорим о дискуссиях вокруг того. То есть вот на самом деле анархисты будут делиться между собой по нескольким вопросам, да, например, отношения к терроризму. То есть все анархисты сходятся на том, что он не должен носить партийного характера, как это было у эсеров, сидит ЦК где-нибудь за границей и говорит, так, Каляев в России должен убить там великого князя. Нет, если ты говоришь о терроре, ты сам должен это делать, ты не должен, это твое действие, да. Это не должно быть способом изменения жизни, это может быть актом сопротивления, негодования. Террор не метод как бы изменить все общество, но это форма сопротивления, и он не должен носить партийный характер такой вот. И вот анархисты спорят, насколько он должен быть широким, против кого он может быть направлен, массовый, не массовый. Экспроприации, опять же, да, анархисты за экспроприации, но споры идут, да, как это, чтобы все это не выродилось, как это часто бывало в обычную уголовщину. Экспроприация должна быть только ради какого-то общего дела, там, на издание. Кого можно эксприровать, да, не частников, а только там какие-нибудь государственные банки, вот, а понятно, что экспроприировать какого-то бедного ремесленника, позорно, вот. То есть, кого экспроприировать, зачем, как, все это активно обсуждается. То есть, опять же, это не просто бандитизм, хотя это может выродиться и часто вырождается в бандитизм, и это одна из проблем, да, анархистского в том числе движения. Дальше, отношения к рабочим союзам. Нужны они, не нужны. Одни анархисты говорят, нет, не нужны, другие говорят, нет, вот синдикализм, это как раз то, что надо, забастовки, не столько террора, не столько экспроприации. Как относиться к синдикализму, к рабочим союзам. Вот. То есть, степень радикализма, разные понимания террора, экспроприации, отношения к синдикатам, а потом и отношения к начавшейся Первой мировой войне, несколько позже. Это то, что разделяет разных анархистов, делает их отличными по разным группам, течениям. Ну и последнее, что надо сказать, что власти вели войну с анархистами, конечно, на уничтожение. Последнее, что я приведу и прервусь, чтобы закончить немножко с цифрами. Масштаб репрессий был огромен, просто выкашивал движение. Ну, скажем, в Екатеринославе в 1908 году сидело в тюрьме около 100 анархистов. В Екатеринославе сидело в тюрьме. В Одессе за 6-7 год военно-полевые суды осудили 167 анархистов, из них 30 повесили. В Варшаве после одного теракта было расстреляно 16 анархистов. То есть, речь шла на десятки, да, и стоя с другой стороны. Когда мы говорим о терроре со стороны революционеров, надо помнить и о терроре со стороны властей. Вот просто некоторые цифры. Еще раз повторю, если кто-то записывает. В Екатеринославе в 1908 году в тюрьме сидит 100 анархистов. В Одессе же в 1907 год военно-полевые суды осуждают 167, из них 28 вешают. Всего, по подсчетам историка Комина, в 1907 году военно-полевые суды в России казнили 164 анархиста. За седьмой год. 164 анархиста казнено в России. Еще цифра. В сибирской ссылке в 2008 году из 16 тысяч политзаключенных 900 анархистов. Это к вопросу об удельном весе анархистов в движении. Они не решающие силы, но большие. Смотрите, в 2008 году из 16 тысяч оказавшихся в Сибири политзаков 900 анархистов, например. Ну вот, это некоторые цифры, которые говорят о накале борьбы, о степени репрессий. Ну вот, я попытался как-то обрисовать, откуда взялось анархистское движение. И понятно, что оно не будет долго существовать. Вместе с революцией оно сойдет почти на нет. Ну, вот это первая часть, как всегда, чуть больше, может быть, более продолжительная. Значит, сейчас мы прервемся, книжки можно смотреть. Некоторые из них просто уникальны, поэтому советую посмотреть, кто хочет. Вот, и через 10 минут, вторая, может быть, более коротенькая часть, я расскажу о центрах движения, о течениях и о его развитии после революции до 17-го года. Можно, да? Итак, часть вторая, как я уже сказал, и как уже сложилась некоторая традиция, учитываясь в прошлую лекцию, от общего перейдем к частному. Пробежимся по городам и по движениям, течениям. Ну, в общем, несомненно, общего было больше, чем разного. Я, в общем, попытался представить вам какой-то социальный портрет анархистского движения и его крайнюю степень радикальности, и причины его появления, отношения его и к партиям, и к террору, и к революции в целом. Ну, давайте теперь посмотрим, что же было в городах. Так, вообще, как, опять же, почитали историки, в основном в большинстве городов были небольшие группы, от 5 до 20 человек. Но вот в тех центрах, которые я назвал, Белосток, Екатеринослав, Одесса, Тифлис, там уже речь шла на многие десятки и сотни активистов. Вот, ну, скорее, десятки все-таки, чем сотни. Значит, и, конечно, надо начать с Белостока. Ну, вот я уже сказал, есть очень хорошая статья, да, вот в этом журнале «Вольность» об анархизме Белостока и много разных других описаний. И, несомненно, это самое такое место боевое, где анархисты достигли наибольших успехов, где все началось, откуда все распространилось дальше. Как я уже сказал, это в основном были еврейские рабочие, ремесленники, которых одновременно угнетали и свои фабриканты, и царская власть, а потом начинается, да, волна черносотенных погромов. И все это способствовало их крайней радикализации, и к ним приходили люди из других радикальных групп, например, Бунда. Бунт – это, собственно, еврейская социалистическая организация, да, как известно, охватывающая значительную часть левонастроенного еврейского пролетариата и от эсеров, и от социал-демократов. К ним переходили активисты. Ну, значит, в момент наивысшего подъема в пятом году в группе Белостовской насчитывало 60 активистов, она была разделена на ряд кружков, была типография, была боевая группа, были агитаторы, вокруг них возникала сеть рабочих кружков. И они очень быстро стали такой главной силой в городе. С улиц даже исчезли городовые, полицейские, потом вводили войска, буквально стреляли с пушек и всех подряд убивали, чтобы вернуть под власть царского самодержавия этот город. Из Белостока анархисты распространились на другие регионы, начиная с Екатеринослава и других городов. Они сначала ввозили литературу из-за границы, потом создали свою типографию, издали около 20 книг, огромное количество прокламаций. Они проводили митинги, собиравшие по 3-5 тысяч человек. Они вели успешную полемику с другими радикальными течениями, устраивали забастовки. Причем забастовки подкреплялись терактами против фабрикантов. И власти были запуганы так, что увели полицию с улиц. И фабриканты были так запуганы, что, как я уже сказал, понизили резко рабочий день до 8-9 часов. То есть все носило невероятный накал борьбы. Я уже упомянул теракт Ниссана Фарбера, с которого принято начинать, собственно, анархистский террор в России начала 20 века. Но в конце концов движение было физически задавлено, просто анархистов перевешали, перебили. Ну вот, пятый год, это был пик движения в Белостоке. Потом оно начинает идти там на спад. Другим очень важным центром, особенно учитывая перспективу будущей Махновщины, был Екатеринослав. Там тоже было очень боевое анархистское движение. Я уже говорил, там около 100 человек сидел в тюрьмах только из анархистов. Именно екатеринославские анархисты организовали самый известный побег, правда, не из Екатеринославска, а из Севастопольской тюрьмы. В 2007 году бежало 21 приговоренный к казни анархист и вообще арестанты. То есть екатеринославские анархисты совершили успешный побег из Севастополя в 2007 году, 21 заключенного. То есть там тоже была очень боевая активная группа. Несколько иное развитие получило анархистское движение в Одессе. Я дальше буду говорить, что там этот центр анархосиндикализма, такая фигура, которую я не раз еще буду называть, и о которой, конечно, расскажу отдельно через пару лекций, это Новомирский. Новомирский – это псевдоним, его реальная фамилия Кирилловский. Кирилловский или Новомирский, да, в честь журнала «Новый мир». Там начинается русский анархосиндикализм. Там анархисты достигли огромных успехов в организации работников, прежде всего связанных с портом, морских работников, так сказать, работников порта и пароходства местного. Они боролись тоже за права рабочих, часто с саботажем, иногда даже терактами, и добились очень многого, запугав местных фабрикантов и хозяев кораблей, даже взорвали один корабль в рамках борьбы. При этом они считали, что террор – это не главное, а главное – это именно организация рабочего союза. Возникает там Южно-Русский союз анархосиндикалистов, если не ошибаюсь, так он назывался, во главе с Новомирским, который насчитывает несколько тысяч человек в Одессе, то есть становится такой решающей силой именно рабочего движения в Одессе, в основном связанного с портом. Тоже очень радикального, и как и во многих местах, рабочие поддерживали сначала анархистов, потому что им был по душе их радикализм, их героизм, их такая успешная борьба с начальством и фабрикантами, но потом ответные репрессии приводили к упадку движения, и в конце концов в Одессе тоже все было задавлено. Но вот Одесса именно отличается тем, что там, повторяю, начинаются ростки русского анархосиндикализма, и там как раз основной акцент делается именно на борьбу. В Белостоке тоже по-своему борьба с фабрикантами, там забастовки, но прежде всего, как везде, издания, митинги, теракты. В Одессе же именно вот рабочая организация, повторяю, портовая, с анархосиндикалистскими идеями. Особым регионом, очень своеобразным, был Закавказье. И прежде всего два центра, это Баку и Тифлис. Вокруг Баку были множество нефтяных вышек, в ужасных условиях работали работники, и там были очень в ходу такие радикальные настроения. В основном это были, как ни странно, хотя Баку вроде мы привыкли считать Азербайджаном, но там, как известно, очень много армян, в основном это были армянские работники. Но еще большее анархистское движение получило в Тифлисе. Ну, назову такие имена, которые у нас будут фигурировать на следующих лекциях. Если говорить о Грузии, то это Черкезов, очень крупная фигура, я о нем буквально на следующей лекции буду подробно рассказывать, близкий друг Кропоткина, грузинский князь, подвижник еще Бакунина, активнейший анархист, Гагелия, уже упомянутый лидер группы «Хлеб и воля». И еще одно имя, стоит назвать, говоря о грузинских анархистах, это Каландришвили, Нестор Каландришвили, его называют сибирским «Махно». Это будущий герой сибирского анархистского повстанчества времен уже Второй русской революции, мы о нем, конечно, еще поговорим. Вот Нестор Каландришвили, фигура такая легендарная, героическая. В Тифлисе анархисты преобладали в рабочем движении, достаточно сказать, что они издавали ежедневные газеты для рабочих многотысячными тиражами, не сочтите меня националистам, я скажу по-русски, потому что по-грузински я не уверен, что я смогу, поэтому скажу в русском переводе, это рабочий и набат, если по-русски. По-грузински как-то там, но бати, еще как-то, не помню как. В общем, рабочий и набат. Это были ежедневные газеты, выходившие трехтысячными тиражами для рабочих. Анархисты получили большое развитие среди крестьян Гурии, там даже было анархистское восстание, когда крестьяне прогнали помещиков и на несколько месяцев захватили землю, создали свои коммуны. То есть вот, ну и еще один факт, я, наверное, к нему вернусь на следующие лекции, о том, насколько анархисты преобладали в революционном движении Грузии, где всегда были сильны очень социал-демократы, и меньшевики, и большевики, говорит один факт, пикантный, забавный. Мы к нему еще вернемся на следующие лекции. Совсем еще молодой и мало кому известный, но, как мы знаем, с большой перспективой, восходящая звезда российской социал-демократии Иосиф Виссарионович Джугашвили, которого мы знаем как Сталина, в это время пишет цикл статей, направленных против анархистов под названием «Социализм или анархизм». Я вам их принесу даже в следующий раз, да, направленных против грузинских анархистов. Вот, то есть настолько анархисты были серьезным противником, что Сталин вот одну из своих первых работ посвящает именно борьбе с анархизмом, прежде всего Черкезовым и другими. Я принесу вам как-нибудь в следующий раз эту брошюрку «Социализм или анархизм». Это цикл статей молодого, еще совсем никому неизвестного будущего Сталина, направленных именно против анархистов, да, «Социализм или анархизм». Вот, но это просто такой характерный и забавный, и, в общем, показательный момент. Вот, именно там Сталин пишет фразу, которую мы очень любим анархисты цитировать. Он пишет, что исходный пункт марксизма – это масса, исходный пункт анархизма – это личность. Вы же понимаете, какая ужасная вещь анархизма. Да, он за личность, надо за массу. В общем, там много таких шедевров. Ну вот, ладно, закончим этот сюжет с Сталиным и за Кавказьем. Вот, конечно, очень боевое движение анархистское существует в польских городах, в Варшаве, в Лодзе, в Москве, в Петербурге. Сразу по пять-шесть анархистских групп. Но давайте теперь поговорим немножко о… Да, ну, чем занимаются анархисты. Да, в общем, примерно одним и тем же, с разными нюансами. Создают рабочие кружки, распространяют или издают литературу, прокламации, издания. Пытаются, как в Одессе или в некоторых других местах, создавать рабочие союзы. Кое-где в местах крестьянские союзы, пропаганда среди военных, попытки восстаний, теракты, направленные против полицейских, фабрикантов, помещиков, местных начальников. Иногда экспоприация, иногда очень успешная. И самая крупная анархистская экспоприация была в Закавказье в октябре 2007 года. Была очень успешная экспоприация Тифлистского банка. 250 тысяч рублей взяли, по тем временам очень большие деньги. Были и другие примеры, например, в Одессе в 1906 году вместе с СССРами был теракт, не теракт, экспоприация местного коммерческого банка. Взяли 60 тысяч рублей, поделили пополам 30 тысяч СССРам, 30 тысяч анархистам. Анархисты на это издали кучу газет и журналов. Вот. То есть, в общем, вот самые разные формы борьбы. Повторяю, такая фактически герилья, партизанская борьба. Вот. В связи с этим надо назвать еще, упомянуть еще, что, например, анархистом, может быть, вы этого не знаете, был, например, такой известный человек, как Афанасий Матюшенко. Кто такой Афанасий Матюшенко? Это тот, кто возглавил восстание на броненосце Потемкин. Да. Вот лидер восстания Потемкина был анархистом, например. Ну, это так. То есть, участие в восстаниях в самых разных, так сказать, качествах. Да. Ну, не всегда как вожди, как Матюшенко на Потемкине. Вот. Теперь давайте поговорим немножко о разных направлениях анархизма в России. Повторяю, отличаются они очень недалеко друг от друга. Часто это какие-то личные разногласия, тактические нюансы об отношении к террору, экспоприациям, восстаниям. Но, тем не менее, значит, как я, по-моему, уже сказал, во время революции Пятого года в России, а в основном за границей, хотя в России тоже были подпольные типографии, выходило 25 анархистских изданий. А всего за весь период, о котором мы говорим, с 900 по 1917 год, было около 50 анархистских изданий. Большинство из них выходило за границей, в Швейцарии, в Лондоне, потом в Америке. Многие из них заканчивались на первом номере, как часто бывает. Немногие жили долго. И по изданиям очень часто называлась Талинная группировка, тех, кто ориентируется на какое-то издание. Но давайте пробежимся по этим направлениям. Первое, исторические и самое влиятельное, хлеб и воля, хлебовольцы. Ну, как я уже сказал, это такие ортодоксальные кропоткинянцы, связанные лично с Кропоткиным, изначально возникающие в Лондоне и Женеве, я уже говорил, Гогелия, сподвижник Кропоткина, Мария Гольцмитт, о которой я расскажу на следующей лекции немножко, и так далее. На фоне будущих течений они кажутся относительно умеренными, более организованными. Программа у всех примерно одна и та же анархокоммунизма. Значит, они распространяют свое издание в России. Идея народного восстания, агитации, неучастие в Думе, неучастие, естественно, в выборах. В 2004 и 2006 году проходят два съезда их в Лондоне, где Кропоткин, на которых принимается куча резолюций. Кто хочет их почитать, они есть вот в этом томе. 2004 и 2006 год, съезды анархистов, не только хлеба и воля, но прежде всего они в Лондоне. Там резолюция об отношении к революции, об отношении к террору, об отношении к партиям и так далее. То есть это вот такое первое течение. При этом, как я уже сказал, их отношение к террору довольно-таки такое умеренное. Он не исключается, но он не должен быть средством построения нового общества. Это акт личной решимости, сопротивление человека. И, в общем, он не приветствуется, как какое-то главное оружие борьбы. Главное оружие – это народное восстание. Потом возникают несколько более радикальных направлений. Вообще, как вы понимаете, анархисты того времени были безумно радикальны. Именно потому, что к ним приходила очень угнетенная национально-социально совсем молодежь. Часто, повторяю, недовольная радикализмом других радикальных течений эсеров и сталдемократов, и бундовцев, и так далее. Возникает такая мне лично мало симпатичная группа, как «Безначалия». Ну, соответственно, было издание «Безначалия», тоже выходило недолго. Имела свои небольшие группы в Петербурге, Москве и Киеве. Это самые-самые такие, я бы сказал, что это те анархисты, которые хорошо относились к Нечаевской традиции. То есть никаких моральных тормозов, крайняя степень деструкции. Они были категорически против каких-то рабочих союзов. Да, они себя называли нигилистами. Да, кто это они? Ну, там два таких известных имени. Один это Романов, его настоящая фамилия Биг Бей, ну, он псевдоним Романов, и Дивногорский. Романов и Дивногорский. Это небольшие кружки, в основном Питер, Москва, Киев. Они пропагандировали партизанскую войну, терроризм. Да, кое-что издавали. Их довольно быстро разгромили. Ну, в общем, это такая вот, как бы, для анархистов даже крайняя группировка. Вот такие совсем-совсем-совсем. Без тормозов ребята были. Вот. Куда большее влияние имела другая группа, Черное Знамя. Вышел один-единственный номер в Женеве, да, газеты Черное Знамя. Издал ее такой выдающийся анархист, мы о нем поговорим через несколько лекций, Иуда Соломонович Гроссман, который известен под псевдонимом Рощин. Поэтому его часто называют Гроссман-Рощин, да, двойная фамилия, ну, как Салтыков-Щедрин, да. То есть, Рощин это его псевдоним, а Гроссман это его фамилия, да. Но очень часто пишут через дефис, или Степняк Кравчинский, да. Кравчинский, но мы его знаем как Степняка. Ну вот, Иуда Соломонович Гроссман-Рощин, лидер Чернознаменцев. Вот они получили очень большое распространение. Их центр это Екатеринослав, но также и Вильна, и Варшава, и в Одессе у них были свои группы. Они были сторонниками массового анархистского движения, повстанчества. И очень быстро это движение раскололось на два течения. На первом же своем съезде одно, это были коммунары. Коммунары, они что говорили? Нужно устраивать временные коммуны, захватывать какие-то города, устраивать восстания. Да, нас, конечно, подавят, перевешивают, но мы дадим пример. Надо немедленно здесь и сейчас устраивать коммуны. Вот, создавать такие освобожденные районы. Это одно течение, коммунары. А второе течение, вот оно очень известно, и на мой взгляд довольно, к сожалению, одиозно. Это террористы-безмотивники. Наверное, вы слышали это словосочетание. Кто такие террористы-безмотивники? Почему они безмотивники? Потому что террористы в России, ну я уже объяснял, что эсеры, что анархисты считали, что террор должен носить адресный характер. Вот конкретный злодей. Тут, наверное, чтобы сочеталось две вещи. Во-первых, пост, а во-вторых, личность. Если на посту личность не очень противная, ее не надо убивать. Если личность ужасная, но пост не ужасный, не надо. А вот если совмещается, то есть и фабрикант, да еще и какой-то особенно отвратительный, который давит забастовки, прогоняет рабочих. Если какой-нибудь жандармский или полицейский начальник, но не просто начальник, который там лично запорол до смерти кого-нибудь, или расстрелял, или повесил, вот таких надо убивать. Почему без мотивники? Ну тут надо иметь в виду, вот тут я вас отсылаю к будущим своим лекциям. Когда мы закончим с истории русского анархизма до 1917 года, мы это сделаем через несколько лекций, мы обратимся к Европе. Мы будем говорить с вами о терроризме конца 19-го, начала 20-го века в европейском. Там тоже это явление возникает, прежде всего во Франции, да, такие имена, как Равошоль, Анрио, Вальян, мы о них поговорим. Тут идея такая, что все, кто принадлежат к власти мущим, к буржуям, к сытой публике, они все достойны смерти. Тут не должно быть каких-то личных, обязательно, чтобы ты был лично каким-то злодеем, кровопийцем. Ну мы поговорим об этом во Франции, когда дойдем до французского анархизма. Но вот в России, да, вот были террористы-безмотивники, которые говорили, что нужно начать террор, такой не точечный, а что называется, кидать бомбы в места скопления классового врага. Ну правда, они только несколько таких терактов сделали и очень быстро их самих всех повесили. Но это были известные акты, прежде всего это в Одессе было такое кафе Либмана, где собиралась такая буржуазная публика, они кинули бомбу, там несколько человек убили. Потом их самих очень быстро казнили. И в Варшаве еще был такой теракт, и после него как раз казнили больше 10 анархистов. Это не получило большого развития, но тем не менее это прогремело, террористы-безмотивники. То есть именно кидать бомбы в места скопления буржуинов, они все достойны гибели. Но эти люди сами заплатили очень быстро своими жизнями за свою позицию. Тем не менее, я говорил не раз на протяжении курса, что моя цель это не апология анархизма, не защита его, а все-таки быть добросовестным историком. Поэтому как бы я ни относился к террористам-безмотивникам, о них необходимо сказать. И в России, и во Франции, когда мы до них дойдем. Повторяю, как бы не было великого ожесточения всех сторон, как бы не была велика гражданская война, конечно, террор не личностный, не адресный принцип коллективной вины. Это не то, с чем я могу, например, согласиться. Ну вот террористы-безмотивники так думали. Это Черное Знамя. Еще одна группировка, да, вот, повторяю, ее лидер Иуда Соломонович Гроссман-Рощин. Следующее течение, я о нем уже, собственно, сказал, но пришло время еще раз сказать, это анархосиндикалисты. Мы с вами будем тоже через некоторое время говорить о европейском, о всемирном синдикализме и анархосиндикализме. Вот оно зарождается и в России. И тут, конечно, надо назвать пару имен. Одно я уже говорил, это Новомирский или Кирилловский. Вообще, тут я должен сделать маленькое отступление. На прошлой лекции я много говорил, что в 19 веке русский анархизм – это часть народничества. Вот в 20 веке это уже не совсем так. И народничество в России поменялось, стало неонародничеством. Оно отличается от старого народничества, это отдельная тема. И многие анархисты, они прошли через школу марксизма. Даже если они потом от марксизма отказались или не стали социал-демократами, или были именно... Очень многие анархисты ушли из социал-демократии. Вот Новомирский, например, и Андреев, или Аршинов. Ну, в общем, чуть ли не половина ведущих активистов анархистского движения России – это бывшие социал-демократы. Ну, или эсеры, как волен, или Карелин. Они все что-то вынесли из марксизма. А марксизм – это, конечно, уже не народничество. То есть это индустриализм, это культ рабочих, это акцент... Ну, вы помните, у Кропоткина общечеловеческая, а в марксизме классовая борьба. Акцент на фабричные именно категории населения. И вот, то есть синдикализм – это уже совсем не народничество. Или не совсем народничество. Это уже такая смесь анархизма, марксизма и так далее. Так вот, поэтому важно подчеркнуть, что анархистское движение в России вот того периода, о котором я с вами рассказывал, оно уже не является частью народничества. Или не совсем частью народничества, или не только. И для многих из них Кропоткин кажется наивным, недостаточно классовым, научным, индустриальным, ретроградным. И многие его за это ругают, даже если восхищаются и разделяют в целом его анархокоммунизм. Вот. Ну вот, да, то есть многие из них делают в духе марксизма и синдикализма акцент на город, индустрию, рабочих, а не как Кропоткин на общечеловеческое, солидарность и крестьянство. Так вот, как раз синдикалисты – это те, кто пошли к рабочим. Многие их за это порицали. Одни по тактическим причинам говорили, не нужно не создавать никаких рабочих союзов, это все неправильно. Другие говорили, надо работать в рабочих союзах, но не нужно создавать какого-то особого синдикалистского движения. То есть среди анархистов всего мира, и Европы, и России шла страшная борьба. Что такое синдикализм, как к нему относиться. Но тем не менее, как я уже сказал, Новомирскому удалось создать огромное рабочее анархистское движение в Одессе, о чем я уже говорил, вот эту самую южно-русскую группу анархосиндикалистов. Помимо Новомирского, надо назвать еще одно имя. Я о нем буду рассказывать, по-моему, как раз на следующей лекции. Это Владимир Поссе. Два Се. Поссе. Очень интересная фигура. Я о нем расскажу подробнее потом. Человек, который соединил, я бы сказал, вообще бульдога с носорогом, в своих взглядах, Толстого, Штирнера, Маркса и Кропоткина. Вот синтезировал идейно. Но он был силен не столько как великий мыслитель, сколько как практик. А Поссе всю свою долгую жизнь создавал рабочие кооперативы, союзы, издательства. И очень много их создал. Он был, в отличие от других, как он мог бы такой мирный анархист. Не зря он Толстого тоже любил, наряду с Марксом, Кропоткиным и Штирнером. В общем, Владимир Поссе создавал с большим успехом рабочие союзы, рабочие организации, кооперацию, рабочие газеты. Очень крупная фигура. Повторяю, я о нем поговорю подробнее в следующий раз. Его тоже можно отнести к проповедникам анархосиндикализма в России, наряду с Новомирским. Еще раз повторяю, как вы видите, это еще не завершенный перечень направлений. Вот я назвал хлеб и воля, черное знамя, чернознаменцы, расколовшись на коммунаров и террористов-безмотивников, да, безначальцы, анархосиндикалисты. Ну, не очень много отличий. Больше или меньше радикализм. Те или другие нюансы отношения к террору. Те или другие нюансы отношения к рабочим союзам. В общем, общего больше, чем различного, несомненно. Но есть и отличия, о которых я сказал. Пошли дальше. Теперь мы обратимся к малочисленным, но интересным анархистским течениям, оставив в стороне махаевцев и толстовцев, о которых я уже сказал, о толстовцах на одной из прошлых лекций, а махаевцев сегодня. Возникают, конечно, анархоиндивидуалисты. Их очень мало, они очень богемные, их совсем ничтожная часть движения, в основном это такая вот интеллигентско-богемная публика, другие анархисты смотрят на них часто подозрением, чтобы искать презрением. Но, тем не менее, они тоже возникают на волне того, еще раз хочу сказать, что вот в пятом-шестом годах в России издается десятки книг легально об анархизме. И огромный интерес к анархизму, он вовсе не воспринимается как что-то такое маргинальное, чудовищное, там страшное слово, нет. И возникают штернирианцы русские снова, анархоиндивидуалисты, продолжатели Штернира. Тут надо назвать имя такого Виконта, Виконт это не титул, это псевдоним, а его реальная фамилия другая. Да, кстати, я забыл сказать, кому вдруг интересен анархоиндивидуализм, есть диссертация о нем, автор А. Ладышкин, А. Ладышкин можете себе записать, есть диссертация о русском анархоиндивидуализме, подробная, защищенная в Иваново несколько лет назад. Вот он написал неплохую диссертацию, у меня она есть, но я сегодня ее не принес, даже не автор-реферат, а диссертации целиком. Вот, он там подробно разбирает так, что можете себе помнить, а Ладышкин, диссертация о русских анархоиндивидуалистах. Вот Виконт и компания, Бронский там такой был, они издали три выпуска сборника индивидуалистов. Но это были, я их читал, это довольно жалкие сборники, это такие очень слабые перепевы Штирнера, переводы его, вот, Маккей, Штирнер, вот их как бы набор, их кумиров, вот, то есть это такая вот богема, и на них смотрят другие анархисты с подозрением, совершенно особняком стоит еще одна великая фигура, моя любимая, о которой я поговорю через одну лекцию, это Алексей Алексеевич Боровой, он тоже, несомненно, анархоиндивидуалист, но он совсем сам по себе, и он заслуживает очень подробного разговора, и я надеюсь, через две недели этот разговор совершить, но, так, формально его тоже можно зачислить в анархоиндивидуалисты, хотя, повторяю, Боровой, он на несколько голов выше других, в смысле интеллектуальном, ораторском, и он совещает индивидуализм социализмом, но в это время он выступает как анархист-одиночка, я собираюсь о нем прочитать целую лекцию, просто скажу, что Боровой, кроме всего прочего, был первым русским анархистом, который легально, публично исповедовал анархизм, в начале шестого года он выступил с огромным успехом, он был великий оратор, с лекцией в историческом музее под названием «Общественный идеал современного человечества, либерализм, социализм и анархизм», и эта лекция, потом вскоре изданная, стала началом нового этапа русско-анархистской мысли, посткропоткинской, и это была первая такая публичная лекция, да еще произнесенная в Москве, в историческом музее, при скоплении массового народа, да, то есть, ну в общем, Боровой, это такая огромная фигура, повторяю, очень бесконечно мною любимая, и, конечно, я собираюсь ему посвятить отдельную лекцию, пользуясь, злоупотребляясь служебным положением, автора этого курса, вот, но тем не менее, его тоже надо пока зачислить условно в число анархоиндивидуалистов, тем более, что в Первой революции он выступает абсолютно самостоятельно, он еще не часть движения, и, наконец, завершая такой пробег по разным течениям русского анархизма, надо упомянуть еще одно, самое экзотическое, вот, ну вот, махаевцев я не считаю анархистами, хотя они повлияли на анархистов, толстовцы стоят в стороне, анархоиндивидуалистов горстка, большая часть анархистов это те, о ком мы говорили выше, там, хлебовольцы, чернознаменцы, безначальцы, синдикалисты, но возникает еще одно очень странное образование, так называемый первый, не путать со вторым, мистический анархизм. Это две волны, второй будет совсем особым, мы о нем поговорим. Два раза в России возникал мистический анархизм, первый раз в Первую революцию, второй раз в 20-е годы, это были два разных мистических анархизма. Что же такое первый мистический анархизм? Это еще одна очень интересная тема, но это скорее тема из истории русской литературы, чем из истории русского революционного движения. Это очень недолгое, хотя и яркое явление, это течение вышло из круга литераторов, а именно поэтов-символистов. Был такой известный поэт-символист, ну не самый великий, но и не самый жалкий, среди них такой публицист, плодовитый журналист, поэт, друг Блока, одно время даже влюбленный в любовь Дмитриевна Менделеева, Григорий Иван Чуков. Григорий Иванович, вот он и придумал мистический анархизм, а потом заразил им еще некоторый круг литераторов. Григорий Иван Чуков, он издал брошюру о мистическом анархизме, поскольку он был очень активен как организатор, он еще собрал несколько альманахов и стал эту идею двигать в массы символистов. Что это была за идея, если очень коротко, я обо всем коротко, это была мысль, ведь это 5-6 год, в России пик революции, символизм это революция в культуре, но страшно далеки они от народа, а в народе тоже революция, и вот возникает, давайте мы соединим две эти революции, социальную революцию и духовную революцию, одна без другой не полна, то есть вот народ восстал, это хорошо, государство удалой, капитализм удалой, мещанство удалой, а с другой стороны мы тут вот тоже в меру сил трудимся и совершаем революцию в культуре, освобождаем личность, но надо соединить эти две вещи, то есть соединить символизм с анархизмом, революцию социальную, революцию духовную, эстетическую. Второе, это очень интересный сюжет, я, если спросите, что-нибудь про него еще скажу, но сейчас я просто говорю очень коротко. И вокруг Чулкова формируется кружок людей, которые в той или иной степени связываются с этим именем, точнее с мистическим анархизмом. Вообще, я когда-нибудь, через некоторое время у нас будет лекция на тему анархизм и культура на грани веков, и мы тогда подробно разберем, в том числе русских поэтов, художников, писателей, затронутых анархизмом. Сейчас я не хочу об этом говорить подробно, сейчас мы к вам о течениях. Но ближайшей фигурой к Чулкову был куда более крупный человек, куда более крупный поэт и мыслитель, и философ, вы все, конечно, его знаете, это Вячеслав Иванов, это действительно одна из ключевых фигур русского символизма, он тоже второй столб мистического анархизма, он тоже писал статьи, он тоже это все поддерживал, Чулков это все изобрел, но Вячеслав Иванов, вы помните, это его знаменитая башня в Петербурге, где собирались символисты, да, знаменитая. В общем, это действительно один из творцов Серебряного века. Вот Вячеслав Иванов, а потом подтянулся еще Сергей Городецкий, поэт, а потом в какой-то момент, что называется, затусовались с ними там и Блок, и Шестов, и Белый, ну, в разной степени самоотождествления, но Чулков издал три альманаха под названием «Факелы». Вот, когда говорят о мистическом анархизме, обычно упоминают прежде всего брошюру Чулкова и эти три альманаха, где все они что-то писали, там, про Штирнера, про Бакунина, про социальную революцию, про культурную революцию, в общем, стремление к преображению и изменению всей жизни. Давайте выйдем из нашей башни и пойдем к народу. Давайте, повторяю, дополним социальную революцию, которая разворачивается в России, революцией духовной. Вот это вот попытка. И еще тут надо назвать одно издание, очень важное. Был такой журнал, он был очень недолго, год. Вышло только 12 номеров, я их все читал подробно. Перевал. Это была такая площадка, где встретились анархисты, символисты. Вот мой любимый Боровой был постоянным автором Перевала, например. И другие авторы. Минский, кстати, вот еще очень важная фигура. Николай Минский, один из отцов русского символизма, был анархистом. Ну, мы как-нибудь о нем поговорим. Вот, он был постоянным автором Перевала. В общем, Перевал – это такая площадка, выходившая в 5-6 году, где встречаются анархисты. Но это, конечно, ведь, как вы понимаете, этот анархизм очень не похож на тот анархизм обездоленных 15-летних детей из Белостока и Одессы, которые и знать не знали про всех этих символистов. Это совершенно особый поток. И они, это такая многослойная вещь. Когда делегация русских анархистов приехала на Международный конгресс в Амстердам, там один из активистов движения, Федоров Забрежнев, сделал доклад об анархоиндивидуализме в России, где все это растоптал, сказал, что все это контрреволюция, буржуазность, там, Боровой ужасен, там, анархоиндивидуалисты жиру бесятся, Штирнер – это чудовищный. То есть это на самом деле, то есть я так описываю через запятую, что вот были эти, были эти, были эти. Надо понимать, что это все не связано друг с другом, это как бы, да, все называется анархизмом, но сами они воспринимали друг друга очень, мягко говоря, отстраненно, отчужденно, это совершенно разные миры. Но все-таки вот этот самый первый мистический анархизм, да, Чауков, Вячеслав Иванов, компания «Альманахи Факио», журнал «Перевал», очень быстро все это прошло. Чауков уже через пару лет сам полностью разочаровался в мистическом анархизме, вот, если уж Чауков разочаровался, то остальные тоже, тем более, вот, Блок говорил, свят, 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 я никакой не мистический анархист, и так далее, вот. Ну, то есть это было такое короткое увлечение, короткая эпоха такого, ведь поэты восприимчивы к революции, к такой стихии, а потом стихии проходят, и у поэтов все проходит, вот, часто. Но мы еще поговорим на эту тему, это действительно очень интересная тема, русская культура, ну, не русская, вообще мировая, и русская, и поэты, и живописцы, и анархизм. Там есть о чем говорить, потому что помимо мистического анархизма Чауковой и компании, были еще некоторые фигуры, тяжеловесы. Я назову только два имени, очень коротко. С одной стороны, это Дмитрий Мережковский, который в это время был чрезвычайно революционно настроен, и выдвигал идеи в духе тоже такого религиозного анархизма. Он в это время жил в Париже в основном, и дружил с Савенковым эсером, да, знаменитым боевиком, и с Кропоткиным общался, и выдвигал мысль, что должно прийти Третье Царство, вот было Царство Отца, Царство Сына, Ветхий Завет, Новый Завет, должно прийти Царство Святого Духа, нужно разрушить государство, в частности, русское государство, русскую церковь, опереться на народное сектанство. Вот, и, в общем, Мережковский, ну, конечно, сложная фигура, нельзя его никогда назвать полностью анархистом, но, несомненно, там очень сильная анархистская струя, если брать интеллектуалов. А с другой стороны, человек, который по политическим взглядам всегда был кадетом, но в философском смысле называл себя анархистом. Это Николай Бердяев, да, еще одна фигура, вот, в широком смысле, да, то есть он всегда был, я христианский анархист, но в актуальной политике он всегда был либералом, таким кадетом, вот. Так что тут все сложно, да, там уровень философский, уровень актуально-политический, но, тем не менее, надо упомянуть про них, вот. Ну, вот, это вот компания, называемая «Мистические анархисты». Будем двигаться к завершению понемножку, значит, к тому, что было потом. Анархисты приняли активнейшее участие в декабрьском восстании в Москве. На эту тему нет каких-то законченных работ, там Кривенький пишет об этом одну-две страницы, там Ермаков тоже, но известно, что было несколько анархистских дружин, которые сражались на баррикадах Красной Пресни, большая анархистская баррикада была на Триумфальной площади, да, анархистский флаг висел на Сухаревой башне, черной, вот. То есть, в общем, анархисты, наряду с эсерами, там, большевиками и некоторыми рабочими дружинами, несколько десятков анархистов активно участвовало в боях декабря пятого года. Повторяю, эта тема очень слабо изучена, есть какие-то отрывочные воспоминания, упоминания. Вот я уже назвал имя такого активиста, Федоров Забрежнев, потом был одним из лидеров одной анархистской дружины, которая сражалась в пятом году в Москве. То есть, анархисты не только, так сказать, сидели в своем глубоком подполье и оттуда устраивали эксы и теракты, но и участвовали, конечно, и в массовых выступлениях, вот, в частности, в таком ярком событии, как декабрьское восстание. Потом, вот как все ниоткуда возникло, так все никуда почти исчезло. Да, мы говорили, во втором году, в третьем первая группа в Белостоке, в четвертом уже подъем, в пятом, в седьмом пик, а в восьмом начинается полное схлопывание. Революция уходит на спад, десятки и сотни людей повешены, расстреляны, сотни людей отправлены на каторгу в Сибирь. Я сказал, в восьмом году из 16 тысяч политзеков 900 анархистов, очень много в эмиграции оказывается, особенно в Америке, ну, во Франции. И начинается катастрофический спад движения. Уже в восьмом году число групп сокращается в два раза по сравнению с седьмым годом. Ну, я не буду приводить статистику, Кривенький все это подсчитал. Каждый год там на порядок меньше, 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 меньше. А за границей идут попытки какой-то рефлексии. Да, тут еще такое явление, вот я о нем как-нибудь обязательно расскажу на следующих лекциях. За границей именно в связи с русской революцией возникает такое явление, которое существует и сейчас, и которое называется анархистский черный крест. АЧК. Да, не путать с ЧК. В Америке, прежде всего, но не только, происходят собрания иммигрантов, местных общественных деятелей, вечера, балы, какие-то, не знаю, распродажи, на которых собираются деньги на русскую революцию, на заключенных, на политзеков. Ну, мы об этом поговорим подробнее. История черного креста это очень интересное явление, но она как раз возникает в связи с русской революцией и попытка как-то финансово помочь заключенным, репрессированным, там, и так далее, и так далее. Вот это тоже одно из событий этой эпохи. Ну, повторяю, анархистский черный крест заслуживает отдельного разговора, и мы об этом еще поговорим, несомненно. Есть попытки разгромленного, но не до конца добитого движения, которое потеряло 90% своих участников и активистов, казненными или ушедшими, или эмигрировавшими. В 2013-2014 годах попытка провести неудачный объединительный съезд анархистов в Лондоне. Русские анархисты, как я уже сказал, участвуют в Амстердамском конгрессе международном анархистском седьмого года. Целая большая делегация. Но, в общем, движение в глубоком упадке. Как подсчитывал Кривенький, в 2011-2013 годах нижняя точка, примерно 5-7 городов, где есть какие-то группы. Они занимают... Это ничтожные кружки, которые выпускают прокламации, занимаются самообразованием. И тут еще один удар обрушивается, вы уже понимаете. Это Первая мировая война. Я как-то об этом уже говорил, но стоит еще раз сказать. Конечно, это события колоссальные, которые резко меняют всю картину. И вот если вчера люди делились, ты за синдикалистов или против, ты за широкие экспоприации или как-то осторожно к этому относишься, потому что многие анархисты, конечно, вырождались в уголовников и так далее, то тут все делятся на тех, кто за войну и против. Оборонцы и интернационалисты. И этот раскол затрагивает почти все течения в разной степени пропорции. Вчера еще был второй интернационал социал-демократов, который говорил, нет, нет, будет война, мы устроим всю общую стачку. Война наступает, социал-демократов поддерживает войну. За ничтожным меньшинством, которое выступает против, но оно ничтожно. Такая же история во всех других течениях, социалистических, левых. Такая же история с анархистами. Правда, если у социал-демократов, не знаю, не считал, но в разных странах, в Германии, в России, соотношение, грубо говоря, было 90 к 10. 90% немецких социал-демократов голосуют за войну, один Карл Липпнехт против или Роза Лексимбурга, их тут же сажают в тюрьму. В России плеханов и 80% социал-демократов за войну, там какая-то горстка, там Мартов, Ленин против. С анархистами все ровно наоборот. Подавляющая часть анархистов против войны все-таки сохраняет верность своим убеждениям, антимилитаристским, пацифистским, интернациональным. Но есть анархисты, и среди них самые такие тяжеловесы, среди них Кропоткин, если говорить о русских, которые поддерживают войну, выступают на стороне Антанты, в частности. Да, выходит знаменитый манифест 16 известных анархистов во главе с Кропоткиным, пишут заявление, где они говорят, что да, конечно, мы анархисты, мы против государства, но пока надо об этом забыть. Вот есть страшный Казир Вильгельм, ужасные немцы, они угрожают всему человечеству, цивилизации, угрожают Франции, угрожают Европе, ценностям. Пока надо забыть об анархизме, о революции и так далее, надо с немцами разобраться, а потом уже вернемся к анархизму. Большинство анархистов и в России, и в мире не согласны. И тут происходит страшное разочарование в том же Кропоткине, страшные драмы, личные, да, вот такой авторитет. И Кропоткину начинают тянуться всякие либералы, там Милюков приезжает к нему, там и другие, начинают его обхаживать. Вот, большинство русских анархистов против войны и за границей, и в России, Гроссман-Рощин, Волин, Ге и другие, ну, подавляющее большинство, да. Но они бессильны, их мало. Тем не менее, в условиях начавшейся войны, как ни странно, анархистские группы в России начинают понемножку возрождаться. Медленно, но, там, кто-то в ссылке, но в столицах появляется новое, тут еще вопрос поколений, приходит новое поколение, очень пока еще немногочисленное. Вот, есть очень хорошая статья, кому интересно на эту тему, вот, такого известного анархиста Худалея, анархические течения накануне 17-го года, вот в этом сборнике. Вот, он там описывает в основном Москву, то есть появляется несколько кружков в Москве, они делают прокламации против войны, они занимаются, создают свою библиотечку, они создают рабочие кружки. Их еще очень немного. Но, как говорится, вот у нас начнется революция, снова и они поднимутся. Начинается динамика в сторону возрастания этих групп, появления некой анархистской молодежи. И опять, вот, последние цифры. В 16-м году уже в 12-ти городах России существуют анархистские группы, но это не так много, но это вдвое больше, чем было перед войной, в 12-ти городах. Главный центр – это Москва. Общая численность анархистов, не посаженных, не подпольщиков, точнее, не посаженных в тюрьмы, наоборот, конечно, все они подпольщики, не посаженных и не эмигрировавших, вот, Кривеньки насчитывает в это время примерно 300 человек. Ну, это немного, но 300 активистов, из которых примерно 70 в Москве, в 6-ти группах, да, какие-то связи с рабочими, какие-то прокламации. Вот, к моменту февральской революции в России, вот вам цифры, конечно, они приблизительные, 12 групп, 300 активистов, в Москве только 6 групп существует, примерно 60 человек, 70. Но понятно, что это костяк. Начнется революция, и приедут из эмиграции, и выйдут из ссылки, и придут новые, и мы увидим новый, невероятный взлет анархистского движения уже весной и летом 17-го года, а пик его достигнет зимой 17-го-18-го года, к весне 18-го года. Вот, мы увидим на волне новой революции, как эти 300 человек умножатся на многие сотни. Вот, повторяю, в общем, анархизм в России так развивается, очень волнообразно. Подъем-спад, подъем-спад. Вот, в общем, конечно, как всегда, моя лекция несовершенна. Конечно, любой сюжет, который я затрагиваю, что махаевцы, что мистический анархизм, что анархисты в разных регионах, можно разворачивать и читать отдельные лекции. Вот видите, сколько статей и так далее. Но я снова повторяю, курс все-таки беглый. Цель дать общее представление. Я не специалист по этой теме, специально, какой-то глубокий, большой. Я назвал кучу книжек, которые можно почитать по каждому из сюжетов, о которых я говорю по два слова. Поэтому не судите строго мой очень штрихпунктирный, беглый, неполный рассказ. Цель, повторяю, у меня всегда скромная, дать общее представление. Ну и плюс куча книг, которые можно читать. Что нас ждет дальше, снова повторю. Вот за две лекции мы пробежали с вами примерно 70-60 лет русского анархизма от 50-х годов до 17-го года. К 17-му году мы вернемся еще очень нескоро, потому что впереди у нас еще потом анархистское движение в мире, в разных регионах, и культура, и синдикализм, и педагогика, и Восток, и Запад, и Америка. Поэтому снова к анархистскому движению в России мы вернемся только, когда вернемся к Великой Российской революции 17-го года. Это будет, не знаю, ну не скоро очень еще. Но какова наша ближайшая перспектива? Как я уже сказал, поговорив о движении вообще, все-таки очень важно говорить о людях, лицах, личностях, судьбах, биографиях, идеях. И я хочу от души, не жалея времени, благо никто нас сильно не поджимает в этом смысле, три лекции посвятить именно этим сюжетам, то есть фигурам русского анархизма, ну в прошлый раз я немножко рассказал, конечно, о каких-то личностях, там про Мечникова, про Ножина, Зайцева, но какие-то имена я упоминал сегодня. В общем, вот каковы мои замыслы, чтобы вы знали, да, и могли строить свои планы, может быть, не все всем интересно, что-то можно пропустить, на что-то специально прийти. В общем, вот три следующие лекции вы посвящены некоторым фигурам, и построены они будут хитро. Первая лекция – это в основном люди из XIX века, пик активности, которая приходится на до XVII года, ну или в крайнем случае заканчивается с революцией XVII года, люди такой народнической генерации, кропоткинского поколения. Это в следующий раз шесть персоналей, чтобы не соврать, да, это Варлам Николаевич Черкезов, о котором я сегодня говорил, это Атабикян, армянский анархист, друг Кропоткина, теоретик кооперативного анархизма, Александр Моисеевич Атабикян, это Мария Гольцмит, сподвижница, соратница Кропоткина, интересная фигура, это Лев Черный, создатель ассоциационного анархизма, кто это еще у нас, сейчас секундочку, посмотрю свою шпаргалку, какие-то имена забыл, а, конечно, как же я мог, это, конечно, Аполлон Карелин, меня кто-то спрашивал несколько лет назад про Аполлона Карелина, конечно, это очень крупный анархистский мыслитель, второй популярности после Кропоткина, автор множества книг, создатель второго мистического анархизма и так далее, и, да, вот, по-моему, собственно, это все, не искал шесть, пять, по-моему, персоналей, это на следующую лекцию, там, о ком-то 10 минут, о ком-то 20-30, вот, пробежаться, назвать их работы, тут и теоретики, и практики, а, нет, шестой есть, это Посса как раз, Владимир Посса, о котором я сегодня сказал, вот это герои на следующую лекцию, то есть шесть персонажей, потом через раз лекция, всецело посвященная одному человеку, это Алексей Алексеевич Боровой, это я хитро сделал, не только потому, что я люблю Борового, но и потому, что как раз в районе лекции через две недели ему исполнится два юбилея, то есть он родился в 1875 году, то есть будет 140 лет со дня его рождения, и он умер в 1935, то есть будет 80 лет со дня его смерти, так что это еще будет и мемориальная лекция, вот, один Боровой, но его нам хватит, вот, и третья лекция будет посвящена молодым анархистам, тут мы с вами залезем уже на эпоху русской революции, второй и последующий, там, большевистскую эпоху, вот, тут будет куча фигур, да, и крупных, значительных, тоже сложно было их отбирать, тут мы поговорим о Леве Черном, а нет, Лев Черный будет в следующий раз, извините, нет, тут мы поговорим о Боршинове, учителе Махно и создателе платформизма, о Новомирском и Гроссман Рощине, о которых я сегодня упоминал, о Новомирском, создателе русского анархосиндикализма, очень ярком мыслителе, и Гроссман Рощине, тоже интересном и философе, и практике, поговорим с вами о Андрееве, выдающемся анархисте, рабочем, который прожил удивительную жизнь и дожил, пережил все гулаги и так далее, и дожил почти до наших лет, человек с фантастической биографией, поговорим о Григории Максимове, это лидере русских анархосиндикалистов, потом лидере анархистской эмиграции, создателе конструктивного анархизма, так называемого. И, наконец, у нас будет такая фигура, которая, по мнению многих, я с этими многими согласен, самая крупная фигура в мировом анархизме, не только в русском, это Всеволод Волин, это еще один сподвижник Махно, создатель синтетического анархизма, тоже очень крупная, значительная личность. Вот, в общем, вот, а, и, да, чтобы соблюсти гендерный баланс, и не только, еще у нас будет, конечно, немножко Маруси Никифоровой, вот, отдельно, вот, потому что в рассказе о Махно мы как-то на ней не остановимся, да, Маруси Никифоровой, тоже такая известная персонаж, да, знаменитая таманша, анархистка, и ученица Родена, вот, такая, человек с удивительной судьбой, вот, в общем, все это, как говорится, на лекцию через две на третью, вот, ну, видите, планы наполеоновские, ну, чтобы вы знали, что, что, как бы мне хотелось бы сделать, и на этом мы закончим вот этот вот курсик из пяти лекций по русскому анархизму, и потом обратимся уже к анархизму нерусскому, затем, вот, ну, вот я вам описал перспективы, еще раз извините, если с одной стороны был слишком многословен, а с другой стороны недостаточно многословен, чтобы о чем-то сказать, вот, ну, вы, наверное, уже все устали, как я уже сказал, сегодня будет еще одна моя лекция в семь часов, но тем не менее, если у кого-то есть вопросы, если что-то осталось непонятным, а наверняка что-то нужно уточнить, рассказать и так далее, то, пожалуйста, милости просим, спрашивайте, пожалуйста, вопросы, вы начали лекцию с короткого описания, исторической ситуации, вот, в переходе веков, 19-20, прям по пункту, ну, так, сейчас опять замок, второго, что перечислять, а можно ли сказать, что сейчас нечто подобное, имеется в плане недоверия власти, там, неудачная война, ну, все же будет тречислять? Нет, нет, я думаю, что это очень, такая аналогия очень хромающая, общество было куда более живым, во всех смыслах, да, ну, включая культуру, например, да, где сейчас, там, не знаю, Рахманинов, Блок и Лев Толстой, да, скажем так, просто, такого рода культура, это тоже проявление жизнеспособности общества, и его талантливости, и так далее, вот, то же самое можно говорить и в социальном смысле, да, то есть, да, страшный накал противоречий, но и совершенно героические фигуры, способность бороться за собственное достоинство, способность солидарности, община, которая революционизируется, и все остальное, вот сейчас, я не хочу сейчас много говорить о современной ситуации, но мне кажется, что эта аналогия совершенно не работает, то есть выжженная пустыня, в этом смысле, атомизация, пассивность, в лучшем случае, там, спасение, стратегия индивидуального спасения, а не сопротивление, вот, культурный упадок, социальная деструкция, и так далее, в общем, я говорю, я не очень хочу много говорить на тему современности, вот, просто, на мой взгляд, эта аналогия абсолютно не соответствует ничему, так что, вот, хорошо, есть ли еще вопросы, у вас, пожалуйста, скажите, пожалуйста, те, кто экскортировали банки, то есть банки, да, ограбят банки, какая была цель, использование в этой деятельности? Ну, естественно, да, да, нет, дело в том, что, естественно, всегда было очень, такое отношение, все понимали, что есть опасность вырождения всего этого в уголовщину, да, и часто так и было, поэтому всегда была очень важна, также как рефлексия на тему этики террора, да, также и этики эксплуатации, то есть, это всегда только на какие-то общие цели, под общественным контролем, да, цель, цель этого, естественно, не там, личное обогащение, и так далее, и так далее, и так далее, нет, средства эти шли, естественно, на создание типографии, там, выпуск изданий, там, ведение пропаганды, и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть, всегда был очень, ну, максимально жесткий контроль со стороны, там, революционной организации за, за этим, за судьбой этих денег, другое дело, что, конечно, бывали всякие эксцессы, и по мере разгрома революции, очень часто, да, я говорю, все это скатывалось, ну, это одна из форм вырождения анархизма, да, понятное дело, помимо репрессии, это именно вот такая тривиальная уголовщина, вот, а в принципе, да, вообще все это очень рефлексировалось, вообще, что такое экспоприации, когда они допустимы, против кого, тут еще очень важный момент, против кого, да, то есть, допустим, там, государственный банк, да, там, какие-то крупные коммерческие, да, а вот там, тут еще была такая штука, что там фабриканты, да, можно было там на них давить, как-то им угрожать, но были такие, как бы, квази-анархисты, которые занимались такой штукой, как, я не помню, как это называлось, рассылка мандатов, по-моему, в общем, они присылали какую-нибудь бумагу, какому-нибудь, какому-нибудь там, капиталисту, буржуа и так далее, и говорили ему, там, заплатить тысячу рублей, это убьем, да, и очень часто, ну, как бы, это вот уже на грани, да, такого, просто уголовничные, когда там люди называются революционерами, анархистами, а фактически, вот и у настоящих анархистов всегда были очень большие конфликты с такого рода злоупотреблениями, и не всегда они могли с этим бороться, но всегда болезненно реагировали, да, то есть вот такого рода шантаж, вымогательство, да, то есть, то есть постоянно шли, вот если мы даже вы откроете этот том, тут очень много дискуссий, рассуждений, рефлексии о допустимости, недопустимости, кого можно, как можно, на какие цели, да, вот, чтобы это, не дай бог, как бы, да, не превратилось вот в то, во что это иногда превращалось, но вот если очень коротко, то вот так. Я просто еще хотела бы сказать, это не нашло, эти тренции шли на развитие самого движения, то есть вот как вы говорили, типографии, да, организационные и пропагандистские цели, или, например, помочь там, какому-то силу нуждающемуся. Редко так, редко так, такое тоже было, но это уже, да, это уже такой ситуации Рубин-Гудовщины, скорее, да, то есть большинство анархистских групп, специально этим не занималось, да, то есть вот такие вот, я упоминал крупные экспроприации, там, в Тифлисе, в Одессе, нет, да, вот такие самые яркие примеры. Разумеется, спасибо за ваш вопрос, потому что это интересный сюжет, ведь в России всякое бывало в это время, на фоне вот этой герильи, партизанской войны, повстанчества, и так далее, появляется очень много, да, таких вот переходных типов, благородных разбойников, вот всем известный Котовский, да, он как раз считался анархистом, и был именно тем, о чем вы говорите, да, я не очень хорошо знаю его биографию, и не очень подробно как-то в нее влезал, но вот он, где-то в Бессарабии именно этим занимался, да, то есть, то есть, с одной стороны полукребежи, с другой стороны раздача там людям, вот, да, то есть, такого рода тоже явления были, но насколько я знаю, дело в том, что, дело в том, что большинство именно анархистских организованных групп, это все-таки города, а не деревни, да, и там все в этом смысле, вот, да, очень часто это, ну, то есть, самые известные эксплуатации, они действительно, да, на нужды движения, там, добыть оружие, добыть типографию, и так далее, и так далее, вот, а вот раздача населению, такое было, но Котовский был такой не один, конечно, вот, но это, это уже где-то какие-то переходные границы, я говорю, между уголовным миром, и идейным анархистским движением, иногда анархисты очень жестко ставили тут какие-то границы, вот, но тут есть еще такой феномен, да, тоже, я не очень хотел бы в него погружаться, хотя у меня есть даже книжки на эту тему, но я не очень в них вникал, да, это, это Одесса, там не только вот эти рабочие новомирские, там действительно был такой феномен, как одесские налетчики, некоторые из которых называли себя анархистами, некоторые из них там были идейные, некоторые совсем безидейные, да, потом уже в годы гражданской войны, да, вот такой известный всем персонаж, сейчас воспетый нашим кинематографом, как Мишка Япончик, да, появится, который создаст из уголовников анархистский батальон, вот, но это, это какие-то переходные всякие градации, да, я повторяю, вот, со всем бандитов, которым просто хочется называть себя красивым словом, до, до, анархистов, повторяю, анархисты четливо понимали, что и террор и экспроприация, это такое, обоида, острое оружие, которое всегда чревато, чревато, эскавацией террора, и гибелью самих террористов, и какими-то посторонними жертвами, и затягиванием в него, а экспроприации именно вырождением в уголовную стихию, ну, вот я говорю, что вот это интересное явление, особенно для Одессы, вот одесские налетчики, некоторые из которых были при этом какими-то идеалистами, там, или с какими-то идеями, или с какой-то идейностью, ну, так бы, вот, всем известный Мишка Япончик, это, у меня даже есть книжка о нем, но я пока, к сожалению, не читал, подаренный автором, вот, это, это интересный феномен, да, Котовский, там, Мишка Япончик, то есть, вот такие разного рода робин гуды, они, конечно, имели место, но, повторяю, чего только не было в России в то время, там, действительно, расцветали 100 цветов по конфуцию, да, и были и такие цветочки тоже. Еще, пожалуйста. А вы упоминали, собственно, значимость общины. Да. В конце 19 века. А как вы относитесь к труду Леонида Милова, или короткий папа? Ну, я, я к своему стыду, я о нем слышал, конечно, но я его не читал, я знаю, да, конечно, этого автора, и, ну, ссылки на него я мократно встречал, вот, разумеется, да, нет, я знаю, что он, на самом деле, если брать анархистскую традицию, то, вот, это хороший повод прорекламировать следующую лекцию, потому что я буду говорить об Аполлоне Карелине, который написал два десятка брошюр на эту тему, именно с анархистских позиций, и я даже пронесу одну недавно изданную его книжку, про общину, про артель, как это работает, как это может работать, да, вот, Карелин считался такой главный эксперт по крестьянскому вопросу, среди анархистов, ну, не только крестьянскому, а артельному, там, всякие бурлаки, вот, он написал кучу брошюр и книг, вот, именно про это, вот, опять же, не могу сказать, что я их все читал, но вот одну из них недавно переиздал, Урсус, и я ее притащу в следующий раз, когда бы такой эти Карелине, вот, вот, нет, просто, конечно же, община, ну, пока анархизм был частью народничества, само собой, но и потом, даже когда начались вот эти вот уже индустриалистские, марксистские нотки, и, к сожалению, у меня, я, 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 я далек от марксизма, и мне не всегда это близко, ну, например, вот, когда ругают, там, анархисты новой генерации, Кропоткин, как ты отстал, где же классовая борьба, где же фабричная дисциплина, где же город, вот, с одной стороны, их понимаешь, с другой стороны, понимаешь, насколько Кропоткин актуальнее с его экологизмом, с его, там, общей человечностью, да, чем такой вот рабочизм, там, индустриализм, святая вера в то, что рабочий класс всегда прав, и только он, вот, ну, ничего не поделаешь, люди своего времени, к которому я, в общем, я хорошо отношусь, но очень забавно, что если вы посмотрите, ведь он сделает попытку, уже потом, спустя много лет, написать историю русской революции для западного человека с анархистских позиций, да, знаменитая книжка, я ее принесу, «Неизвестная революция», которую он написал в конце своей жизни, в основном для западной публики, и он попытался там сделать то, что Кропоткин сделал с французской революцией, то есть дать либертарную, народную, анархистскую историю русской революции, ну, в основном 17-го, 21-го года, и что, вот, там много достоинств в этой книге, там, критика большевизма, описание того, что он хорошо знал Махновщины, там, но чем она, например, принципиально слаба, это взгляд из города, только из города, то есть, вот Махновщина, да, еще Кронштадт, там, да, а так, города, фабзавкомы, а как будто нет 90% населения страны крестьянства, то есть, волен все-таки тоже вот в ослеплении этими взглядами, и в этом смысле, как раз, вот вы сказали о Милове, да, вот, я упомянул замечательного автора, слава богу, он еще жив, хотя уже очень старенький, кстати, вот спасибо вам, еще, извините, задержусь на две минутки, вас, Теодор Шанин, это человек, по-моему, англичанин русских корней, живущий в России, в общем, запутано все, который занимается очень активной социальной историей России, социологией, он народнических взглядов, я упоминал его книжку о революции 5-го года, на самом деле, Шанин и покойный историк Данилов, предприняли совершенно колоссальную вещь, мне она очень симпатична и интересна, они издавали, не знаю, выходит ли это сейчас, но много лет, они издавали много-много-много-много-много-много томов, материалов, многие из них у меня есть, и я даже их еще принесу, под названием «Крестьянская революция в России», у них есть такая концепция красивая, да, мне она очень симпатична, что в России в 1902-22 годах разворачивается незамеченная никем из современных исследований, строит ли Великая Крестьянская революция, это единый процесс, начинается он немножко раньше 5-го года, а заканчивается немножко позже 21-го, это тектонический сдвиг, это именно взгляд на Россию со стороны деревни, общины, и так далее, вот община, которая до этого была опорой самодержавия, на почве разочарования последствий великих реформ, малоземелья, роста культурности крестьян, работы народников, и так далее, и так далее, она разворачивается против царя, это понял Столыпин, и попытался ее разнести, но не очень удачно, вот, и начинается движение под лозунгом «За землю и волю», вот, которое является главным процессом, происходящим в России 20 лет, со 2 по 22 год, куда входит так называемая первая революция, так называемая вторая революция, и которая частично победила компромиссом с большевиками после НЭПа, то есть воли они не получили, потому что получили на свою шею Ленина, но землю они получили, то есть 20-е годы, это расцвет русской общины, вот, но это отдельная история, и потом понадобился 29-й год, когда Сталин сделал то, что не смог Столыпин, невероятно за предельным насилием уничтожил общину, да, да, вот, на самом деле, я не будучи социальным историком, не будучи великим социологом, и не будучи там специалистом по крестьянству, мне это очень близка концепция, естественно, вот, что в России происходит грандиозный тектонический сдвиг, вот этот разворот общины в сторону по анархическому самоуправлению, значит, выступление за передел земли, и так далее, и так далее, но это если очень коротко, вот, обратите внимание, если вам эта проблематика интересна, да, Данила Вшанин, вышло, наверное, 20 таких кирпичей, вот у меня некоторые из них есть, под названием, это документы, крестьянская революция в России, например, огромный том про Махновское движение, огромный том про Антоновское, точнее, Антоновское, Тамбовское, Поволжское, да, есть огромный том про крестьянские выступления второго-третьего года в предшествующий пятому, то есть это именно сотни документов, да, вот что происходит в деревне, да, то, что называется памятники эпохи, вот, но вот я говорю, сам концептуально этот подход мне очень кажется правильным, симпатичным, исторически достоверным, но при этом я говорю, что, поскольку тема революции сейчас в России табуирована, да, или занята какими-то ужасными мифами, там, про японские, немецкие деньги, на которые там одни революционеры сделали первую революцию, а вторую, вторую, вот там, Парвус дал денег Ленину, тот приехал, уничтожил прекрасное наше самодержавие, и так далее, вот, и тема эта запретная совершенно, то, конечно, в этих серьезных социальных исследованиях на эту тему очень сложно, вот, ну, в общем, вот, отвечая на ваш вопрос, да, я не идеализирую общину, в ней было много плохого, вот, но в целом, вот, с ней происходят такие процессы, то есть, я уже в прошлый раз говорил, что первое хождение в народ, такой лихой налет, 73-74 год закончился катастрофой, но последующие, вот это вот, когда десятки, сотни, там, народников, земцев идут, там, лечат, учат, селятся, да, возникает кооперация, охватывающая в России миллионы людей, разных формах, с бытовая, потребительская, появляются теоретики кооперации, всем известны Чиянов, там, Туган-Барановский, которые создают свою особую субкультуру, говорят о будущем кооперативном социализме, вот, о кооперативных библиотеках, больницах, о новой этике, все это потом, конечно, большевики уничтожили сначала в семнадцатом году, а потом добили в двадцатый, но, вот, но это, это интереснейшая тема, совершенно поле непаханное, для историков, для социологов, да, повторяю, ну, вот у меня, я не могу всем на свете заниматься, у меня много интересов, но многие из них, естественно, дилетантские, да, вот, это очень интересный сюжет, спасибо вам, что вы своим вопросом позволили мне на эту тему высказаться, но на тему о кооперативных идеях в анархизме мы поговорим, в следующий раз я буду говорить про табекяна и посы, а как раз пытались организовывать разного рода рабочие и не только кооперативы, довольно успешно, вот, как известно, Кропоткин в конце своей жизни дружил с дмитриевскими кооператорами, которых, правда, всех на его глазах пересажали, несмотря на его протесты, вот, то есть это очень интересная тема, конечно, да, да, ну, в Дмитрии, в 18-21-м годах, да, да, вот, в общем, это очень интересный сюжет, конечно, разные формы кооперации, крестьянская и не только, вот, как некая альтернатива, которая очень сильно развивалась в России, создание какого-то совершенно нового третьего уклада вне капитализма и вне бюрократии государственной, ну, вот, и связанной с неэтикой, ну, я говорю, всем известные там имена Чиянова или Туган-Барановского, да, это вот верхушка айсберга, это именно такие крупные мыслители, которые все это как экономисты, социалисты, социологи осмысливали и о чем-то таком мечтали, но плохо все у них закончилось. Вот, спасибо, еще вопросы? Ладно, спасибо, что так долго меня терпели, но я говорю, возможно, кто-то из вас еще до семи останется, кто-то не останется, это, естественно, ваше русское дело, вот, ну, я в семь часов здесь снова появлюсь, поэтому, кто хочет, может, еще вторую серию, совсем про другое, но не совсем. Вот, спасибо всем за внимание, тогда, значит, через неделю перейдем к портретам. Книжки еще пять минут побудут здесь, можно их посмотреть, полистать, пощупать. Субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok. Нет, причем, причем у Алексея есть такое, у Архе есть такое хорошее обычай, такие вот разовые лекции, они сразу вывешивают, в отличие от больших курсов. То есть, первую лекцию обычно всякого курса, насколько я знаю традиции Архе, и вот такие вот разовые, открытые лекции, они очень быстро оказываются. Да, 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 совершенно бесплатно. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. Спасибо вам за замечательный вопрос в конце, он действительно очень был по существу. Вот про книжку милого я слышал, но вот, увы, не читал. Вы смотрели? Да. Спасибо. Я просто, вся же идея в чем, что в 2001 году, если ничего не путаю, госпремизм не дали, госнагаду. Вот, конечно, к этой нагаде можно по-разному, а доехо относиться. Кто давал? Но сам факт. Да, да, да. Нет, это известное исследование, да. Он работал, если я ошибаюсь, из Пакингу. Спасибо. До свидания, вам тоже спасибо. Да. Да. Вы мне посоветите какую-нибудь литературу о анархической символике? Посоветую. Вы, наверное, в отличие от меня пользуетесь интернетом. Есть очень большая статья на эту тему. Она была когда-то опубликована в журнале Наперекор, который мы издавали, а потом много раз на ней паразитировали, разные авторы ее перепечатывали, сокращали, в журнале «Автоном» в сокращенном виде, да, и так далее, и так далее. Есть очень фундаментальная работа, я думаю, что ее можно найти в интернете. Автор Кирилл Лиманов называется «Символы анархии». Это такое очень большое исследование с картинками совсем, да, Кирилл Лиманов. Это, ну, впервые она была напечатана в «Наперекоре», журнале «Наперекор», но потом в сокращенном версиях она была в «Автономе», например, и так далее. Вот, там есть, там есть и, то есть, там очень подобно разбирается и там и эта кошка взъерошенная, и откуда черный цвет, откуда красный цвет флага и разные другие символы и символика анархистского черного креста и синдикалистские символики. В общем, это такая статья, но большая, капитальная, с картинками, со всякими, и так далее. Называется просто «Символы анархии». «Символы анархии» Кирилл Иванов. Я думаю, что в интернете, где все есть, она может быть. Спасибо.